Спасибо всем, кто сегодня в эфире вместе с нами и спасибо всем тем, кто сегодня пришел на брифинг демократических сил. Я думаю, что пока люди собираются, прям с корабля на бал, с конгресса на брифинг, всех приветствую, рада, что все сегодня будут нас видеть, мы вас видим и всем будет дано слово, у нас пропускают без обысков, приходите, говорите, всем рады и всех всегда ждем и ждем того, что вы скажете. Ну что, наверное, давайте начнем с наших гостей, у нас сегодня Анжелика Гурбаш, у нас сегодня Дмитрий Балкунец, у нас сегодня в зале я вижу Ольгу Карач, Анатолия Котова, представители форума демократических сил, всем привет, Валдес. То есть я думаю, что люди еще будут подходить к микрофону и себя представлять сами, потому что Слава там будет нам сегодня помогать, ассистировать. Наш дом сегодня там в полном составе, помогает, ассистирует, всем большое спасибо. Ну что, давайте начинать. Итак, прошла конференция, мы говорим большое спасибо, я так понимаю, что Анжелику Агурбаш и Дмитрия Балкунца на конференцию Светлана Тихановская не пригласила. Расскажите немножечко, что с вами произошло. Анжелика, вы пытались записаться на конференцию? Добрый вечер, поваженные сябры, добрый вечер, дорогие мои белорусы. И я приветствую всех участников брифинга, и я с удовольствием присоединяюсь к брифингу для того, чтобы выразить свои ощущения, свое мнение насчет всего происходящего. В первую очередь насчет конференции, он же форум, мы уже не запутались, как это все называется. И, конечно же, я хочу тоже поделиться своими ощущениями по поводу вот всех двух лет, которые мы все пережили и имели возможность наблюдать и за друг другом, и за работой офиса, и непосредственно Светланы Тихановской. У меня очень много мыслей на этот счет. Меня на форум, на конференцию никто не приглашал. Дима, ты как включился? Да, я здесь. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас 8 августа 2022 год. Мы уже практически подошли и, можно сказать, отмечаем, отмечаем это я в кавычках беру, но это история двухлетней борьбы белорусов за освобождение от диктатуры. И вот сегодня такой, может быть, промежуточный этап, когда участники этих политических событий проводили мероприятия. То есть туда пригласили какую-то группу лиц, можно сказать, близких к офису Светланы Тихановской. Ну, а те, кто не очень-то лояльны, наверное, их не позвали. Те, кто, может, задает вопросы, которые вызывают отторжение или неправильные вопросы, или какие-то нити. Не те люди туда приходят. Ну, в общем, то есть, что есть, то есть. Это не суть важная. Суть важная в том, что дискуссия, которая сегодня была, она крутилась вокруг, наверное, таких нескольких тем, которые я заметил. Вот кабинет, который они собираются сформировать или планируют сформировать, это реформа Координационного совета и какие-то вот эти побочные темы. Все вокруг этого крутилось. При этом я не услышал ответа на вопрос, почему за два года деятельности офиса Светланы Тихановской, она не приняла присягу, когда ей говорили в августе 2020 года, она на этот вопрос не ответила. Этот вопрос много раз звучал публично, и снова я его задаю. Второй вопрос она не ответила. Почему не были проведены, как она обещала, выборы? Она полгода отводила на выборы, но их не провела. Где переговоры, которые в 2021 году обещал Франк Печерк и вся его команда, когда людям дурили голову и просили пройти в голос проголосовать? И много других вопросов, на которые ответа пока нет. При этом сейчас вновь говорится, дайте еще полгода, кто-то что-то там сформирует, склеит, склепает, и почему-то Лукашенко должен будет пасть. Почему, я не понимаю. Мне кажется, текущая конструкция, которая есть и представляет собой офис Ланы Тихановской, Александр Лукашенко полностью устраивает. И он будет рад еще, если этот офис просуществует еще пару лет. Потому что имитация политической деятельности, она ни к чему не приведет. Кто-то говорит, там оскорбляют, нападают на офис Тихановской. Никто их не оскорбляет. Дается конструктивная критика. И хочу заметить, что форум, эта конференция, которая сейчас прошла, это последствия двух форумов демократических сил, которые были в мае и в июле, которые офис Ланы Тихановской торжественно проигнорировал. При этом, как мы видим, программа практически большей частью оказалась копипаст, что называется. Но хорошо, дискуссии идут. Это неплохо, что такого рода дискуссии идут. Но при этом ответов на многие вопросы нет. Я по-прежнему приглашаю в прямой эфир, в открытый эфир Александра Добровольского. Мне очень хочется узнать, как этот человек с 1994 года, возглавляя все оппозиционные штабы, умудрялся просрать все. Извините меня за такой грубый акцент. Но это действительно так. И очень удивительно, почему этот советник оказался в числе первых в офисе Сланы Тихановской. И за 28 лет нет ни одной выигранной кампании у Александра Добровольского. Ноли. И почему этот человек сегодня является главным в ее штабе, как и другие, в принципе, советники. Вот я хотел бы с ними по этому поводу обсудить. Но они почему-то бегают от меня и отказываются выходить в эфир, видимо, боятся отвечать на эти вопросы. Спасибо большое, Дмитрий. Ну что ж, господа, я думаю, что настало время увидеть тех, кто в зале. Я не совсем понимаю, у кого в руках микрофон, потому что я далеко. Но, тем не менее, давайте, наверное, расскажем о том, что думают те, кто уже побывал на конференции. Ольга Карач и Вероника Цепкало с нами сегодня. Веронике огромное спасибо за то, что она отстаивала интересы белорусского народа. Кого еще, значит, всех тех, кто еще не смог сам замолчать, а продолжает работать и продолжается борьба за демократию. Вероника, давайте, может быть, вы скажете, каковы ваши впечатления о том, что с вами было сегодня. Главное, чтобы микрофон работал. Слышно меня или нет? Да, слышно прекрасно. Ну, это была первая конференция за два года, которая проведена офисом Светланы Тихановской, на которой были приглашены демократические силы Беларуси. Я тоже поднимала сегодня во время нашей дискуссии вопрос того, что на самом деле похожие мероприятия в виде форума, который организовывали, форума демократических сил Беларуси в мае и июле. И то, что Дмитрий сказал, все абсолютно демократические лидеры, которые находятся на сегодняшний день, я так понимаю, под влиянием офиса Светланы Тихановской, они проигнорировали наше приглашение. И поэтому для меня был крайне странный комментарий, когда у меня кто-то спросил или прокомментировал, зачем вы выносите это в публичное пространство. На что мой ответ был, мы пытались говорить, мы пытались приглашать на два мероприятия, мы ставили вопросы, которые интересуют не только нас, но в принципе интересуют всех беларусов. И так как мы не получили ответы на данный вопрос, естественно, цель моего пребывания сейчас здесь в Вильнюсе, на этой конференции, как раз-таки открыто, публично задать офису Тихановской те все вопросы, которые накопились за два года работы. Поэтому я надеюсь, что мои комментарии были услышаны. Так, немножечко зависла трансляция, к сожалению. Я посвятила довольно-таки много времени обсуждению вопроса независимых средств массовой информации, потому что на сегодняшний день мы видим, что наши независимые средства массовой информации в основном все-таки освещают работу одной политической структуры, одной политической единицы, коим является офис Светланы Тихановской, и в соответствии мы сейчас создали комиссию, которая сейчас сделает оценку контента независимых средств массовой информации. Если мы увидим, что действительно освещается в положительном ключе работа офиса и одновременно идет деструктивная критика, навязывание ярлыков, оскорбления, замаливание всего того, что было сделано демократическими лидерами до выборов, после выборов, все их инициативы, соответственно, мы будем обращаться в международные организации, в фонды с просьбой не финансировать, не предоставлять финансовую помощь таким средствам массовой информации, потому что в данном случае это уже будет не независимое средство массовой информации, а это будет партийное средство массовой информации, которое должно финансироваться исключительно из каких-то выплат партийных взносов. Поэтому мы сегодня, я подняла несколько вопросов, которые действительно наболели, которые действительно многие белорусы хотели спросить, уточнить, и я все-таки надеюсь, что в скором времени мы увидим и финансовые отчеты офиса, и всех демократических лидеров, и действительно они примут к сведению все те вопросы, которые я задавала сегодня, находясь на сцене. Спасибо большое, Вероника, очень рада, что вы замечательно выступали, и я хочу сказать, что идут комментарии, я их вижу, говорят, Вероника очень выгодно выглядела, хоть ей и не давали высказаться, она большая умница. Это вам от зрителей, от тех, кто вас смотрел и кто высказывается. Анжелика. Еще раз добрый вечер, друзья. Я считаю, что форум демократических сил, который начал непосредственно свою работу, и первый форум, и второй, он, безусловно, дал толчок на то, чтобы Светлана Тихановская и ее офис перехватили инициативу и создали свой. Сначала Конгресс, потом конференция, потом форум, потом снова вернули нас в конференцию. И я считаю, что это очередная абсолютно явная профанация, это псевдоконгресс для того, чтобы снова замылить нам глаза, для того, чтобы снова пустить пыль в глаза и белорусам, и всему европейскому мировому сообществу, для того, чтобы показать картинку, видимость объединения демократических сил всех нас, что не является, и мы все это понимаем и знаем на самом деле, и для того, чтобы продлить свою легитимность и свое существование еще. И то, что мы слышали в первый день, начиная с речи Светланы Тихановской, надо поаплодировать человеку, который писал эту речь, грамотно написанную, там красной нитью, в общем-то, все можно прочитать. Я думаю, все умные люди это понимают. И, конечно, Вероника, спасибо вам за то, что вы выступили на этом форуме, нашли в себе силы, потому что, честно говоря, отношение к вам на этом форуме было чудовищным, потому что вы одна из трех символов революции, которые должны были в первую очередь занять достойное место в президиуме этого форума. И, как минимум, Светлана Тихановская в своей вступительной речи, упоминая вас, как минимум, должна была вас поприветствовать, чтобы весь зал вам поаплодировал. Поэтому давайте мы поаплодируем сейчас. Веронике Цыпкало и Марии Колесниковой, которая находится сейчас в тюрьме, вот дай бог ей здоровья и сил, вам, дорогие наши главные аплодисменты. И мы прекрасно понимаем, что все, что происходит сегодня в нашем демократическом обществе, мы зашли в тупик. И в этот тупик и в эту абсолютно мертвую точку загнал нас офис Светлана Тихановская и сама Светлана Тихановская. Потому что на сегодняшний день, начиная с выборов, на мой взгляд, мало кто голосовал, я думаю, я даже не знаю ни одного человека, кто лично именно голосовал за Светлану Тихановскую, как за будущего президента Республики Беларусь. Это был у нас протестный кандидат, я это говорила и буду говорить все время, и все люди об этом говорят и возмущаются на этот счет, что, как минимум, Светлана Тихановская, если бы у нее была немножко совести, она бы поделила свои полномочия и свои голоса с тремя штабами, естественно, с Валерием Цепкало, с Виктором Бабарико, с той же Марией Колесниковой, с Вероникой Цепкало, которые непосредственно участвовали в предвыборной, выборной кампании. Понимаете? И вот мы получили сначала вот такого вот, мы поставили свои галочки за Светлану Тихановскую. Она чудным образом выступила из кабинета Ермошиной сначала, а потом непонятно откуда записала свое видеообращение о том, что она всего лишь простая женщина, и она извинялась перед всеми нами, и мы тоже были смущены и поняли, но я это поняла просто как предательство на всех, если честно. И у меня уже тогда не стало никакого доверия к Светлане Тихановской. И через неделю мы получаем вдруг национального лидера, непонятно откуда взявшегося, непонятно на каком основании, а в будущем мы получаем демократического лидера нас всех и непосредственно получаем офис Светланы Тихановской и всех людей, которых мы не знаем. Я думаю, что вы меня поддержите, что никто ее демократическим лидером не назначал, не выбирал, я этого не помню. Никто не делегировал представителям ее офиса представлять белорусы, белорусский народ на международной арене. Тем более за эти два года мы видим только вот этот политический туризм, офис абсолютно закрыт для общения, офис абсолютно открыт для дискуссий, офис абсолютно закрыт от всех вопросов и претензий, невозможно ни о чем спросить, ни задать. И в результате на сегодняшний день мы получили то, что мы получили. Я абсолютно согласна с Дмитрием Балкунцовым, с Вероникой Цепкало, вот все, что они сказали сейчас. Вот я сегодня перед эфиром этого конференции, выставила свои мысли в телеграм-канале, можно их прочитать. Это мой такой итог моих впечатлений и понимания того, что происходит. На сегодняшний день я считаю, что Светлана Тихановская захватила демократическое лидерство. На сегодняшний день представители офиса захватили демократическое лидерство. На сегодняшний день я считаю, что Светлана Тихановская, исходя из тех двух лет работы ее и ее офиса, они показали просто нулевой результат, потому что ни одна их инициатива, ни одни их призывы не были осуществлены, не дали никаких результатов. У нас до сих пор репрессивная машина работает, до сих пор все политзаключенные сидят в тюрьмах, ни один политзаключенный не вышел на свободу, ни одна женщина не была отпущена. Они переключились на международную повестку, совершенно забыв о нас, о простых белорусах. Вот о нас, о всех они забыли. Мы не имеем права, теперь мы создали вот этот вот. Они путем, кстати, вот за эти два года, путем грамотного, профессионального и очень дорогостоящего пиара Светланы Тихановской создали вот этого псевдо-демократического лидера, представляющего всех белорусов и Беларусь. И вот мы получили то, что мы получили. И на сегодняшний день, я считаю, много говорить не буду, потому что очень много сегодня будет выступающих. И сегодня Светлана Тихановская меня упомянула в своей финальной речи на конференции, но у нее не хватило, конечно, смелости назвать мое имя и фамилию. Вот. Я прекрасно понимала, что речь идет обо мне, о какой-то там, которая вызывает ее на честный разговор, на дискуссию и на дебаты. И я считаю, что в первую очередь сегодня нам надо задать Светлане Тихановской и представителями офиса один вопрос. Светлана Георгиевна Тихановская. На кого и на что вы работаете? На Лукашенко и режим или на Беларусь и белорусов и их освобождение? Вот это, мне кажется, самый главный вопрос, на который должна сегодня ответить Светлана Тихановская и представители ее офиса. Понимаете? Мне очень понравилась инициатива Владимира Прокопьева, который, в общем-то, так грамотно прижал ее к стенке и поставил ее ультиматум, что она должна наконец-то присягнуть на верность, честность и преданность белорусскому народу, тем самым поставив в отрыв Светлану Георгиевну и представителей ее офиса. Но я думаю, что прежде всего по себе не ответят, на кого и на что они работают в первую очередь. Я считаю, что это очень важно, потому что вотум моего недоверия к Светлане Тихановской очевиден. И я на сегодняшний день ставила бы вопрос, пока они не ответят на все наши вопросы, я бы ставила вопрос о вотуме и недоверии Светланы Тихановской и о вотуме и недоверии представителям ее офиса и работе офиса за эти два года. Спасибо большое, Анжелика. Очень замечательно, очень эмоционально и, как всегда, очень правильно. Я вижу, что у нас... Давайте переключимся на брифинг из зала. Паша, прошу. Привет, мне чувствовать, хорошо? Так, чувствовать, чувствовать. Я так разумею, это Анжелика Гурбаш. Да, добрый вечер, это я, Анжелика Гурбаш. Анжелика, добрый. Я белорус, родился и вырос в городе Барановичи. Вот, Анжелика, когда вы сказали, что за Тихановскую никто не голосовал, как за лидера, ну, я скажу так, я голосовал за Тихановскую, уже не за того года, как за национального лидера. Вот, я лечу, что Тихановская зарабила две пречи, якие, ну, мают каштонность для нас белорусов, ну, для меня особистая белоруса, зараз. А гэта добивалась санкции и агучивала проблемы белорусов по всему свету. Яй принимали керовники краин. Вот, гэта перша. А иншая размова об тем, что с початком войны Стана Цихановская выбрала, альбо еядырацы подказывали неправильные шляхи, дзеневы. И она губляя политичные очки кожный дзень, на жаль. Але тое, что было до войны, я лечу, как Беларусь, и она зарабила все, что могла. Як звичайная женщина, я трапила в эту ситуацию. Был бы я не... А вы не могли бы конкретно, вы не могли бы, я прошу прощения, конкретно назвать, хотя бы несколько пунктов, что конкретно сделала Светлана Цихановская? Санкции и агучивание, то, что она рассказывала про то, что отбывается в Беларуси, по всему свету, по всему свету. Ко ли бы ей не было, про нас бы так много не видали бы. Вы серьезно? Санкциями она не имеет вообще никакого отношения, там вот коллеги в зале находятся, которые принимали участие в подготовке санкционных пакетов, они могут вам поделиться и подтвердить, что Светлана Цихановская и офис никакого отношения к санкциям не имели, абсолютно. Даже наоборот, некоторые из списков вычеркивали, кого надо. Мы знаем тоже прекрасно, кто занимается санкционными списками и занимался в офисе Светланы Цихановской. И кто формировал санкционные списки и наших предприятий, и частных бизнесменов. И с некоторыми из них я общалась, и даже имею информацию о том, что им предлагали заплатить определенные суммы денег для того, чтобы не попасть в эти санкционные списки. Я сейчас говорю открыто, я говорю сейчас о холезине нашем небезызвестном. Цихановская призывала до санкций. Было такое? Цихановская призывала до санкций, а я у своих интервью казала, что гэтае санкции для Лукашенко, як мертвому припарка, и гэтае санкции завядуть Беларусь у пропасть. И посмотрите, что сейчас происходит. К чему привели эти санкции? Тому, что у нас белорусы и так зажаты, и так не имеют возможности не то, что сказать и говорить, они еще теряют рабочие места. Вы посмотрите, наши заводы и фабрики уже практически многие из них останавливаются. Тысячи белорусов потеряли свою работу. IT-технологии наши все, наша великая держава с IT-технологиями вынуждены были все бежать, уезжать. Так это хорошо. Что дали эти санкции? Если бы эти санкции выпустили хотя бы в какую-то группу политзаключенных, хотя бы 10 женщин освободили из тюрьмы, тогда бы можно было говорить о правильности этих санкций и о толке этих санкций. Я побываюсь. У нас не тылі мост, і таму, калі вы будете сварыцца, гэта не так цікаво. Мы не сварымся, мы не сварымся, бо накіпела, набалела, і гэта наши эмоции. К тому потрясно открывать бочи людям, каб яны бачили, чули, і раділи сваі вынікі. Мы нічого не чуем тут. Дай нам хвилину, їм хвилину, каб ўсте другу-труха пачули, тому што тут зараз єсть ашы адзен чалавек, які мае нешта сказаць. Дякую, Вяаліке, слава, давайця пратягаваць. Маріна Нікандріна. Я работала в фонде Светланы Тихановской, «Страна для жызні». І я дуже уважаю Сашу, знаю його деятельність, і дуже тепло відношуся. І хочу лично йому відповідь, просто він був на одному із зумів у нас, і білоруси дуже внимателно слухали, слухали, задавали вопросы. Тоже спасибо большое, восхищались. Хочу відповідь по поводу того, як мир узнал о нас, не благодаря Тихановской. Це о неї узнали, благодаря нам, нашим 500-тысячним маршам. То, що я стояла під гранатами. Маша, то, що нас избивали, то, що нас пытали в тюрімах, то, що 7 тисяч поліців, сразу 7 тисяч людей задержали, це я посчитала, коснулась через одного білоруса. Пострадали тогда все. Ми все вышли, ми все об'єдинілись. Тихановську ніхто слухав, ніхто не знав, поки весь мир не увидел білорусів вместе объєдинённых с плакатами. По поводу санкций. Я була в Стокгольмі на конференції, була дівушка із Норвегії, і она присутствувала на встречі вместе з главою Ярой. Оказалось, що два года не давили на Яру. Он сказав, що місяць назад я только получил офіційний запрос о том, що должны ввести санкции на білкалий. Кто просив, як просили, непонятно. По поводу того, отчетності і денег і всього остального. Мене не інтересують франка туфли, мене інтересують цвітлені шуби. Мене інтересують, хто фінансирує і куди тратяться деньги. Якщо це йде на розвиття обществу, то чому це якісь тайни? І чому Светлана відповідає, що мені налогові тут? Це важливо, хто фінансирує і на що йде. Дякую, Віаліки. А ще, можливо, є питання? Вірні, навіть відповідь. Дякую, Віаліки. Я хочу сказати, що мене зачепило, що Цихановську не голосували. Як за націонага лідера, але я голосував. Значить, що це вже не правда. Дякую за те, що выслухали. Я казала, не усе. А падається нам, не быто усе ми за її голосували. Дякую, Віаліки. Давайте вернемся опять в зал. У нас ще єсть участники. Дякую, Віалі. ТОЛИ СОВІТ ВОЛЬНОЙ СЕРЕБРЯНКИ. Хочеться б чуть-чуть в нашу мероприятию внести такое точности, щоб оно не выглядело, як... Блин, отона така плоха, давайте ми все в глуарах і розкажемо, якщо вона хороша. В смыслі наоборот. В чому достоинство форума і ще якісь мероприятий? Тим, що конкуренція – це отлично. І коли появився форум, коли появились якісь якісь движения більш согласовані, то у нас, як в замечательному демократическому обществі, починається бути конкуренція. Светлана починає приходити на митинги. Не тільки на свої, а на те, на которых вже литовські є в политіки, але вже починається приходити. А Вероніка приходить на інші. І, соответственно, коли у нас є вже конкурируючі, скажімо так, шляхи, то тем самым ми получаємо роботу. тому це дуже класно. От наших дворів і всіх остальних, я думаю, Мінська теж. Більше спосібо всім участникам і форума, і тих, хто прийшов на конференцію, за те, що ця стабільність одного центра була нарушена, і пошла робота. Касательно офіса і советників, ну, тут такий момент. С однією, не можу отрицати, як нені, які кажуть, що вона хороший, положительний людина і так далі, але не буду брати це прорігативи щегельського і іоксіпортрет. Там є момент, коли це все укладається, але це не дуже добре. Ошибки советників? Не її, да, але, согласно одному древнєму руководству, за советників отвечає лідер, і по советникам дивіться на кваліфікацію лідера, тому що він їх вибирає. Тому, я думаю, офісу стоїть над цим дуже сильно призадумуватися. Повістку наше мероприятие хотілося б задати вперед і всіх остальних мероприятий в тому, щоб двигатися параллельним курсом і тем самим задавати скорість, тому що тоді офіс ставиться перед тим, що либо він робить, либо роблять вмісті нього. І тоді це заставляє їх двигатися, либо вони передають полномочия, либо вони вимагають це робити. Тому спісі бачу за конкуренцію. Дякую, дякую, дякую. Тому я мовчу. Мене звуть Михайл. Я білорус. Достаточно щас для того. Я хочу сказати, що заметив, две больші тенденції. Одна тенденція білорусів сейчас – объєдняться, втора тенденція білорусів – обсуждать Тихановську. Расскажіть мені, пізнаш, про більші полезні тенденції на цій встречі, якщо це можливо. Дякую. Дякую. Мене звуть Ольга Карач, і я все-таки коротко подведу итоги конференції і першого дня конференції, того, що мені на самом деле на неї не хватало. Первое і саме головне, що мені не хватало, це то, що, як в принципі в очередной раз оказалось, у нас Лукашенко не владеє білорусським языком і не може зв'язати двох слов без білорусськи на білорусському языку. Так і сегодня в очередной раз оказалось, що Светлана Тихановська не може зв'язати двох слов на білорусському языку без білорусськи і навіть не знає значення таких базових слов, як господиня, например, і она просто не понимає цього, ну і призвати, як вона призвала к пропаганде білорусського языка і литератури на русському языку, це, знаєте, немножко так, ну, мягко говоря, режет слух. Мені, як учителю русського, білорусського языка, це було доволі странно. Тому я можу сказати, що є некі правила коммуникації, тому, безусловно, конференцію дожна була відкривати Светлана Тихановська на білорусському языку. Це той вопрос, який, на мій взагалі, навіть не должен був обсуждатися, і говорити, вона должна була, без буважки, щоб показати, що в відричі від диктатора Лукашенка, вона знає господарський білорусі, вона їм прекрасно владеє, і вона може нормально виражати на нім свої мисли. Це перше. Друге, що мені не вистачало на цей конференцію, це уваження со сторони организаторів к участникам конференції. Дійсно, тут вже сказали, було б дуже добре показати то, що в зале присутні Вероніка Цепкало і багато інших людей, і як мінімум, поприведствувати, і є таке поняття, як ієрархія. Другий чоловік в революції, знаходящийся на свободі, має бути слово вторим, а не на последній секції. І я вижу, це, конечно, вже починає у нас формування політична культура, і в тому числі починають формування політичні манипуляції, але, ви знаєте, виступало стільки участників, і ні у кого не було проблем з микрофоном. Проблеми з микрофоном починно починували стільки у Вероніки Цепкало, і це було зроблено. Знаєте, я все діло в тому, що я всіх цих людей знаю доволі давно, і можу сказати, що тут случайності точно нет. Аналогично, як моя попытка задати вопрос, почему-то все вопросы на конференції закончились вот именно передо мной. Вот, понимаєте, прорывались кто угодно к микрофону, но вот почему-то, коли дошла очередь до мене, то именно мой микрофон вот оказался уже выключений, і можливості задати вопросы нет. Також, що мені не хватало на этой конференції? Очень ясно сформулированной общей цели. Светлана Тихановська неоднократно повторяла, що у нас у всіх обща цель. Але що це за цель? Для мене не прозвучало. На форумі демократичних сил в Берліне було дуже чітко сформулировано, що є цілью форума демократичних сил. Це деоккупація Республіки Беларусь в усіх смысліх, які тільки можни. І на першому форумі демократичних сил була принята резолюція о том, що Беларусь є оккупуванна країна с 20 февраля 2022 року. Це понятні і ясні цели. Але ці ціли не були озвучені, рівно, як не були озвучені. Демократичні прозвучало у Светланы Тихановської, що на території Беларусі знаходяться інознатарні війська. Ми якраз з колегами це обсуждали. Що значить інознатарні війська? Чому б не назвати країну цих інознатарних військ? Це китайська армія, це польська армія, це якась ще армія? Чому до сих пор Светлана Тихановська страшно боїться показати свою солідарність українським народом показати і назвати Владимира Путина агрессором ясно і прямо. І саме головне, що для мене не прозвучало, відповідаю на вопрос колег, які тут є, це як ми будем свергати режим Александра Лукашенка, як ми будем освобождати республіку Беларусь. Десь є определенні шаги, які треба зробити і ці шаги треба зробити всі зробити збільням з совершенно разним ініціативами. Я не буду пока займати час, можливо, позже про це скажу, але то, що я сьогодні видела, я видела сьогодні на конференції борьбу на всіх уровнях з форумом демократичних сил, попытку копипастити, і мені це дуже напомнило ту борьбу Лукашенка з Верховним Советом Республики Беларусь 90-х, коли вместо Верховного Совета он пытался подменить Верховний Совет Национальним Собранням Республики Беларусь в тому виде, в якому ми його сегодня наблюдаєм на территории Беларуси. І ви знаєте, мені було дуже странно, і вопросів, я пока слушала, було більше вопросів, чем ответів. Например, почему ми должны слухать про реформу Координационного Совета демократичних сил, я не являюсь частью Координационного Совета демократических сил, но давайте я выйду, расскажу про реформу нашего дома, потом кто-то выйдет, расскажет про реформу БХК, или там Весны, или еще кого-то, но это не есть какой-то общий процесс. Почему это все должно формироваться, если мы говорим про протопарламент, или Светлана Тихановская говорит про протопарламент, почему это должно формироваться на базе только одной структуры? В чем ценность форума демократических сил? В том, что это новая структура и площадка, которая дает возможность разным организациям участвовать и входить на эту площадку. Никто не приглашает на площадку какой-то уже действующей организации, поэтому мне, например, было очень непонятно, почему вообще Координационный Совет вдруг неожиданно встал протопарламентом и почему у него такая функция, и мало того, Светлана Тихановская в попытке сохранить монополию на власть, они путались постоянно в функциях этого самого национального собрания Республики Беларусь или Палатки, они никак не могли сформулировать, зачем он нужен и какие между ними существуют отношения или будут существовать отношения. Это было все довольно странно, и это очень плохо, что офис Светланы Тихановской и Светланы Тихановской вместо того, чтобы сосредоточиться на главной цели, какой бы она ни была для нее, она ее так сегодня и не озвучила, она сосредоточилась на борьбе со своими коллегами по демократическому цеху, а именно с форумом демократических сил. Сегодня это было заметно очень хорошо. Но я пока умолкаю, передаю слово. Спасибо большое. Я хочу сказать, что ребята смотрят онлайн, я буду иногда вклиниваться с их комментами. И комменты такие, что СМИ в зале вели себя по-хамски, было заметно по шуму, который они устроили. Так что люди, которые смотрят, все видят, народ у нас не такие дурные, люди глядят, это было заметно. Манипуляции атаки на Веронику Цапкало были очень заметными, как и попытки ее захлопать, затоптать, комментарии, которые специально опускались сзади с такими подколками, чтобы люди смеялись, и многие другие вещи. Это такие довольно дешевые политические манипуляции. Но я хочу попросить потом, попозже второе слово и говорить как раз про то, что мы, как демократические силы, потом должны сделать. Но я, может быть, Руслану передам слово как человеку. Там Анатолий Котов тянет руку тоже. Но кто-то поучить, я уже не услышу. Слава модератору! Это был Валдос про башцю. А, добро, добро, бо камера не туда направо наставлена, я не ведаю. Не бачу деку. Дякую. Вечер добрый, я Валдос Борткевич это. Вы же меня не знаете, представляться особо не надо. Честно говоря, я очень устал и очень хочу кушать, поэтому говорить буду сразу и быстро. Ощущения по форуму двоякие, все очень так. Ну, конференция-то была не форум, если честно. Эмоций практически нет никаких, но некоторые моменты мне понравились, что все-таки удалось поговорить с нормальными людьми, которые понимали, так как я, что тут вообще брехня ни о чем. то бишь это представительница Канады, которая рассказывала про некие нюансы финансирования и сколько денег Канада потратила на офис и результата, как она видит, нету вообще. И она очень резко отзывалась по этому поводу, поэтому мы очень хорошо поговорили и вообще вот приятная женщина и я очень рад, что пришел и познакомился с ней. Также были новые представители американского посольства для Беларуси, но, конечно, это не такие на уровне помощников, так скажем, и не было, очень было видно, что не было политиков высшего слоя Литовской Республики, кроме одного депутата Сейма, который прибегал и убегал, это тоже показало очень неважность проблемы для литовского правительства. Очередной раз эта тема так расколезнет в Литве и никто не заметит, хотя там был ЛРТ, Литовский канал государственный, но эта тема неинтересна и не будет интересна еще не знаю сколько времени. Увы, но я не вижу такого интереса, какой был два года назад. И вернуть это все в те русла, которые были, практически невозможно и нереально, потому что у нас есть проблема, проблем много других, и белорусский вопрос, если честно, ну так. Я не знаю, у нас есть депутат действующего, он тоже может сказать, что он чувствует по этому поводу, но для меня так вот. Много красивых молодых людей, это тоже так приятно, но с другой стороны, я бы назвал всех розовыми пони, потому что они жизни еще не видели. Добрый день, я из Украины, мне не дали выступить на, я хотел запитать Святлана Тахановского, два запитания, но я думаю, что завтра я пробьюсь до микрофона, у нас очень интересует вообще все, что происходит. Я был на демократическом форуме в Берлине, все меня помните, я презентовал Белорусский информационный центр в Львове и я хочу задать запитание для Вероники. За час конференции я не почув, как мое вызвать Белоруссию, насколько я понимаю, по Кофеву это мое украинское высказание и вызвать Белоруссию, а я не понимаю слово нейтралитет. Вот как может быть нейтралитет Белоруссии, если она окупована российскими и белорусскими войсками. Вот объясните мне, как новая Белоруссия с точки зрения Светланы Тихановской будет держать нейтралитет. Как я уже обещал, я передам микрофон с початком Котову. Не, пусть Вероника ответит на комментарии. Дело в том, что я не могу комментировать слова Светланы Тихановской, но, по-моему, я четко выразила свою позицию, я сказала и подчеркнула это несколько раз о том, что наша сторона оккупирована Российской Федерации, то, что белорусский народ и вообще страну Беларусь втянули в войну против наших соседей, против украинцев, я это подчеркиваю, у меня очень много друзей, коллег, членов семьи, кто живет в Украине, поэтому для нас это личное горе, естественно, и я знаю, что я не видела ни одного белоруса, нормального, демократического белоруса, кто бы поддерживал эту войну, поэтому я осуждаю войну, я осуждаю то, что на нашей территории находятся чужие войска, то есть это войска, которые действительно оккупировали Республику Беларусь, и я, наоборот, призываю мировое сообщество помочь нам бороться с режимом Лукашенко, но на своем уровне мы делаем все возможное, мы запускаем инициативу, и именно поэтому я сегодня высказала скепсис и недопонимание, почему офис Светланы Тихановской не поддержал ни одну инициативу, которая была как раз-таки направлена на арест Лукашенко, на то, чтобы против него открыли уголовное дело в Международном уголовном суде города Гааги, почему они не поддержали инициативу, которая как раз-таки собирала, резервировала средства для того человека, может быть, это группа лиц, которая арестует преступника и привезет его в Международный уголовный суд. Для нас это до сих пор открытые вопросы, я не понимаю, почему у них не было открытой поддержки таких инициатив, мы можем много говорить и красиво говорить, но мы все должны четко понимать, что пока Лукашенко находится у власти, соответственно, мы втянуты в военный конфликт, у нас увеличится количество политзаключенных, у нас политический кризис, у нас кризис лидерства, у нас белорусский народ массово исходит из нашей страны в поисках лучшей, более безопасной жизни, ну и, соответственно, мы должны как бы об этом говорить, кричать на всех площадках возможных и обсуждать дальнейшие шаги по освобождению нашей страны. Спасибо большое, спасибо, я вижу, что много еще вопросов и идут вопросы, наверное, но давайте про тем людям, какие заявленные. Кали хто-небудь говорит зало, говорьте чуть-чуть громчей, потому что другим у зале ничего не... Ничего не чуть. Нам вельми добра чуть онлайн, и все добра. Добрый вечер. Япишко Вячеслав, член Временного Совета Форума Демократических Сил, сегодня присутствовали на конференции, так называемой, однако с другой стороны так получилось, что хотелось поддержать наших людей, которые непосредственно участвуют в этой конференции и понаблюдали ситуацию, как это происходит снаружи. Вообще очень много таких негативных моментов скопилось, хотелось бы сказать достаточно много и громко. Уже, наверное, только ленивый не говорит о том, что не сделал офис и что они должны сделать. А вообще на самом деле самое главное, что он сделал для каждого белоруса. Вот задайте себе вопрос, ребят, что офис сделал для вас? Что для вас сделал? Что вы получили за эти два года? Кроме того, что сидите, сидим в Европе, пашем непонятно как, непонятно что, вдалеке от родины без возможности вернуться. К чему мы дальше придем? Мы обсуждаем что? Обсуждаем новое правительство, новые возможности какие-то, какие они себе создают, чтобы легализовать свои возможности для того, чтобы дальше опять ни хрена не делать. Реально уже надоело просто это все слушать. Франек задрал своим вороньем. Сколько можно уже? И хочу, я еще не все сказал, ребят, не все сказал. У нас много проблем, реально много проблем, у каждого стоит проблема, хоть бы кто о них задумался. мы посредством форума попытались создать площадку для того, чтобы создать структуру, которая может помочь, реально помочь каждому белорусу. На сегодняшний день, ребята, проблемы со счетами закрываются, тысячи сообщений идут, закрывают счета белорусам, люди теряют деньги на банковских счетах, хоть бы кто поднял этот вопрос и всем, извиняюсь, насрать. Главное решить вопрос с правительством, что вы будете делать в этом правительстве, как вы будете вопросы решать, как вы будете избираться, от кого? Я извиняюсь немножко за эмоциональную свою речь, но вообще самый главный вопрос, который я бы хотел услышать от офиса, от Тихановской лично, чей Крым и кто такая Россия? Если вы, животные, не ответите на этот вопрос, не будет вам дальше жизни. Я все. Живей вечно! Дякую великую! Дякую великую! Идем далей! Слава с микрофоном! Переходим до наступного выступающего. Олег Жилнов! Хибат! Питаю! Олег Жилнов, правовед! Дякую великую! Олег, хочу добавить, что много людей пытали, чему тебе не было на конференции, чему тебе заборонили, может быть, трошки расповешь. Почему не пустили? Да, люди спрашивают, почему на конференции не было Олега Жилнова? Вот так они будут. У нас Новая Беларусь, у нас Демократия, зачем там Олег Жилнов, который, который по сути своей является токсичным и так далее. Я внимательно, насколько это было возможно, слушал выступление на, как правильно называется, конференция, да? Отличная конференция. И, ну, впечатлений достаточно много, выступающих было много. Свои ощущения сейчас попытаюсь до вас донести. Ну, и, кстати говоря, отвечу сразу по поводу достижений офиса Тихановской. И, поскольку она у нас вроде как признана некоторые части населения Беларуси должностным лицом, давайте ее будем все-таки называть не Светланой Тихановской, потому что она не человек становится после того, как становится должностным лицом, а Тихановская и Светлана, так же, как и это касается диктатора и всех остальных должностных лиц. Так вот, ее достижения это санкции, как нам сказали, и о нас узнал весь мир. О том, что голодают дети в Африке, тоже знает весь мир. Вопрос, насколько легче от этого детям в Африке. Второе, что касается санкций. Необходимо просто-напросто понимать, что любая санкция вводится, если это не персональные санкции, в отношении населения той или иной страны. Не в отношении правителя, не в отношении его силовиков и так далее, а именно в отношении людей, населяющих эту страну, для того, чтобы они взялись за ум и для того, чтобы они поняли, что необходимо сделать для того, чтобы научиться воздействовать на своих представителей. Если этого не происходит, то диктатура узурпирует власть, узурпирует процесс власти и дает не тот результат, который нужен народу, а то, что нужно диктатору. И таким образом, когда Светлана Тихановская, извините, Тихановская, Светлана, когда призывала к санкциям, если она призывала, то, по сути дела, это работало не на пользу людям. И если мы будем смотреть примеры из истории, многие диктаторские режимы живут по несколько десятилетий под санкциями, и как-то они от этого не разрушаются, не падают, не ломаются и так далее. И в 20-м году, в начале 20-го года, перед всеми событиями, в том числе еще до того, как начались общения так называемых лидеров с людьми, с встречей с людьми, я говорил о том, что нет смысла, не зная, как строить демократию, пытаться разрушить диктатуру, потому что все равно, если мы знаем, как строить диктатуру, что бы мы с ней не сделали, мы построим новую, что, собственно говоря, сейчас мы и видим. Вместо одного диктатора мы начинаем сейчас потихонечку создавать другого. Второе впечатление, которое было, это по выступлению Вероники Цепкало. Это выступление показало, что политик должен уметь пресекать хамство со стороны ведущих, неведущих, те, кто пытается перебить, прерывать и так далее. Но в целом само по себе выступление Вероники выше всяких похвал. Да, меня это впечатлило. Следующее, что прозвучало на конференции, это убаюкивающие тезисы от разных представителей и по поводу того, что мы создадим вооруженные силы, которые войдут, освободят Беларусь, то у нас вот уже есть парламент, у нас есть свое правительство готовое, и мы готовы заменить чиновников, поменять верхушку МВД, поменять судей, и вообще мы готовы, вот прямо завтра уже, сегодня мы победили, а завтра мы приходим в Беларусь, все нас испугались, убежали, и мы начали жить в свободной демократической стране. Так вот, необходимо понимать следующую вещь, что силовики, независимо от того, какой ранг они занимают, они кормятся на сегодняшний день из бюджета с рук диктатора, и они будут этот режим защищать сколько угодно, запугивать их можно, опять-таки, сколько угодно, но необходимо понимать одну простую вещь, что каратели наши, родные белорусские каратели, которых мы всем населением, всем народом создали на протяжении 26 лет, они не будут бояться ни пули в затылок, ни каких-то других мер, почему? Потому что мы их кормим, и мы их снабжаем. Если мы попытаемся выставить против них какую-то армию, давайте смотреть на вещи реально, кто будет финансировать армию, которая попытается смести режим Лукашенко. Мы не сможем профинансировать такую армию. Почему? Потому что народ Беларуси финансирует армию Лукашенко, его силовиков. То же самое касается парламента и всех остальных вещей. Поэтому еще вот необходимо просто обратить внимание на выступление Ирины, к сожалению, я не услышал ее фамилии, которая проживает в Канаде, которая предлагала заняться образованием и создавать обучающие ролики для того, чтобы люди учились демократии. Это очень верный посыл, еще раз говорю, всегда говорил и буду говорить, что народ, который знает, как построить демократию, он ее построит. Но тот народ, который не знает, как строить демократию, и у нас есть знание на протяжении нескольких веков, как строить диктатуру, вот что бы мы ни делали, и история показывает, что это именно так происходит, мы будем продолжать строить диктатуру. И не будем при этом понимать, что невозможно диктатуру победить вооруженным путем. В истории нет ни одного примера, ни одного случая, когда бы диктатура была побеждена И те случаи, когда нам говорят, что это диктаторы, друзья, надо определить точное понятие диктатуры. Когда диктатор, у него все возможности, все у него в руках, и все ему подчинено, и все ему подчиняются. Милошевичи и других диктаторов, так называемых, кого мы считаем диктаторами, по недоразумению, их смогли сместить только потому, что они не были диктаторами, это были авторитарные режимы. То есть вооруженный путь ни к чему. Поэтому еще раз возвращаюсь к этой Ирине, которая говорила нам из Канады, что необходимо доносить знания до людей. Как только у людей будут знания, все пойдет на лад. И несмотря на то, что я был огорчен тем, что меня не только не пустили на конференцию, но еще плюс к этому вызвали полицию, я выложу запись в интернет. Необходимо... Что я хотел сказать? Дил, Слава. Добрый. Все, пока прекращу. Я хочу сказать, что пишут ребята в чатах, пишут, что Олег, раскидывали о вас информацию всюду, чтобы офис Тихановская вас пустил. То есть вас люди поддерживают и беспокоятся о вас. Из Лондона мне пишут, что мы раскольники, возмущаются, что офис Тихановская назвали мразями, говорят, что все это бред. Но кому-то наша конференция кажется бредом. Кто-то считает, что демократия – это вообще бред. Ничего страшного, я всегда говорю, подождите полгода, вы все сами поймете. Давайте передадим микрофон следующему спикеру. Вера Калиласка, может, есть некие пытания, я гляжу уже однагодина, як мы у эфиры, а мально, что однагодина. Может, нечто, кто степытается, мая уникальную махчымасть поговорить таким телемасту, с кем-нибудь тут есть. У нас было пытание, вельми цикавое пытание, как Литва и ЕС смогут помочь в освобождении политических заключенных в Беларуси. Кто может на этот вопрос ответить? Вера, спасибо за вопрос, но это точно, скажем так, к Литве или Европейскому союзу, не ко мне. Я бы хотел свою, наверное, небольшую рефлексию и реакцию, даже не на сегодняшний день, а все пару недель последних, которые этому предшествовали. Единственное резюме, которое, наверное, можно сказать, цензурно нас как бы всех отмодерировали. Причем сделали это несколько раз и местами в особо извращенной форме. Модерация началась с самого процесса приглашения на это мероприятие, которое стало конференцией. То есть изначально по какому-то закрытому списку приглашений. Затем под общественным давлением приоткрыли лазейку, форточку, мол, присылайте запросы на то, чтобы поучаствовать, принять участие в мероприятии. Но фактически количество отказов, оно, наверное, превысило количество согласий с тем, чтобы кто-то, не попавший в изначальные списки приглашенных, попал на это мероприятие. Причем, скажем так, формулировка, почему отказывали или почему наоборот соглашались, она абсолютно непонятна. То есть непонятен принцип формирования той аудитории, которая сегодня собралась в Вильнюсе. А результат, он, в общем-то, скажем так, налицо. Более 80% спикеров из 22 представляют так или иначе инициативы лояльные офису. На их фоне все те, кто выступали хоть с какой-то критикой, кажутся маргиналами и фриками. Отдельным. Вот Вероники Цепкало использовали уже как бы весь спектр, наверное, грязных приемов от микрофона до перебивания, постоянных перебивок со стороны модератора, который должен быть независимым. А началось все с того, что действительно это мероприятие должны были открыть, на мой взгляд, три женщины, которые сейчас ассоциируются у большинства с единством. Это Светлана Тихановская, это Вероника Цепкало, но это Татьяна Хомич, которая также была на мероприятии, которая представляет интересы своей сестры Маши Колесниковой. Об этом даже никто не вспомнил. Первая панель была представлена интересным спикером, и она была одна из самых жарких, но большинство из них, скажем так, к протесту 20-го года, к его началу, не имели вообще никакого отношения. Это известные, уважаемые люди. Хорошо, что там прозвучала критика, и там в том числе и Вадим Пропопьев заявил какой-то ультиматум. Но это не те люди, которые начинали историю 20-го года. И это как минимум неуважение к тому, как все начиналось и к чему все скатилось. Вот. Соответственно, можно ли это назвать какой-то демократией, на мой взгляд, достаточно сложно. Когда непонятные организаторы, которых никто по итогу так и не назвал, потому что все ходят по кругу, офис, оргкомитет и прочее, по кругу. Кто принимал решение о том, кого допускать, кого не допускать. Там двойные кордоны, личный досмотр, но это мы где-то видели. Это находится по другую сторону границы на мероприятиях, которые организовывает нелегитимная власть Лукашенко. То есть, опять-таки, кого боимся. Похоже, боимся сами себя, боимся открытости, боимся неприятных вопросов. И реакция на неприятные вопросы, как бы вы к ним ни относились. Уместные, а не неуместные, удачная инициатива или не очень удачная. Но рассказывать полчаса о реформе координационного совета, из которой абсолютно ничего не понятно. То есть, вообще, на самом деле, сегодняшний день дискуссий, он оставил такое впечатление несказанности вообще ничего. Кроме того, что когда-то все будет хорошо, и вполне возможно, завтра мы увидим кабинет, сформированный из числа вот этих комплементарных инициатив, который якобы будет одобрен конференцией. Это тоже исключать нельзя, хотя изначально заявлял, что никаких решений приниматься не будет. Но вместо соответствующее было подобрано театр. То есть, почувствовали, ну, я себя чувствовал, там, участником спектакля, ну, красивая постановка, местами неудачная. Я бы сказал, что вот эти затопывания и захлопывания – это возврат к тому, что было в 17-м году. Это самые первые политтехнологии, которые применялись большевиками. Чему это все привело в итоге? Ну, скажем так, наша многострадальная история, она расскажет лучше, чем я. Поэтому рефлексия и реакция, наверное, не демократия. Это попытка сохранить контроль над тем, что называется демократическое движение в Беларуси. И попытка сохранить контроль при видимости того, что против и задавать вопрос могут только маргиналы и фрики, которых абсолютно на меньшинство, которых как раз те самые, если от 22 спикеров посчитать, сколько было критично настроено, которых тех самых 3%. То есть, в общем-то, ну, я не знаю, это либо зеркало, либо та же самая методичка. Я оставлю этот вопрос открытым. Дякую, Великий. Я хочу сказать, что онлайн у нас люди говорят о том, что вот идет такой очень такой какой-то комментарий, тяжелый для меня, что победим ли мы вообще когда-нибудь, потому что дети в Польше, я не знаю, увижусь ли я вообще с ними когда-нибудь. То есть, это на самом деле такая потеря, потеря надежды у людей. Кстати, говорят, что не только Желнова не пустили, из страны для жизни тоже не пустили людей. Так что ОД, СДЖ тоже не пустили, потому что они бы не смогли молчать. Слава, есть какие-то пытания с чатой? Да, есть пытания. Почему правозащитники не признают политическими заключенными отдельных граждан? Видимо, речь о критериях. Кто может ответить? Ответить в Киеве-Класс. Понимаете, что правозащитники? Потому что правозащитников на сегодня существует две группы. Одна группа, которая такая элитарная, вторая группа правозащитников, которые, ну, занимаются на таком низовом уровне помощью политзаключенным, помощью беженцам и многим другим. Вот вторая группа на самом деле намного больше, и она признает политзаключенными и Автуховича, и многих других. Наш дом, сразу говорю, он признает Автуховича и признавал Автуховича еще с 2021 года. У нас есть соответствующие заявления у нас на сайте, но проблема состоит в том, что на сегодняшний день у нас протестное движение разделилось, в том числе по правозащите на элитку, ну и всех остальных. И так получается, что очень сложно добиться признания того же Николая Автуховича политзаключенным в международных структурах, когда есть ряд белорусов, которые ходят и говорят, что его нельзя признавать политзаключенным, и начинают пугать международные структуры какими-то, ну, довольно, на мой взгляд, нелепыми аргументами. И это наша проблема. Пока мы не разберемся с тем, что происходит у нас внутри протестного движения, включая правозащиту, и в первую очередь не разберемся вот с этими странными подводными течениями и блокировкой, блокировкой вот этих всех наших идей и инициатив, эта ситуация будет продолжаться и ухудшаться. Спасибо, Ольга. И я думаю, что давайте еще тут вдогонку вопрос о предстоящих смертных приговорах по политическим статьям. Почему молчит Европа? Может быть, кто-то подумает и ответит. Сегодня много к Европе претендий. Выборчай, Вера, я уже у другим концам. Можно тут человека? Да, постараюсь одной ферлиной. Мое имя Андрей. Я один из сотни тысяч белорусов, которые покинули свою родину, покинули свои семьи из-за своих принципов, из-за своих идеалов, и из-за веры в революцию и наших институционных лидеров на тот период. Вот я все это время слушаю спикеров. И Анатолий Котов только что точное определение сказал сегодняшнему мероприятию. Спектакль. Анатолий, я бы хотел сказать, что эти спектакли проходят регулярно в Вильне. Один из спектаклей имел место быть. Мы сегодня находимся в замке. Я всегда говорю, что это островок демократии в Вильне, где каждый может открыто высказать свое мнение по любому вопросу. Значит, через замок прошло, через допомогу прошло более, я не совру, наверное, полторы тысячи политических наших белорусов. Кто лесом, кто еще таким образом. И офис Светланы Тихановской инициировал встречу так называемую с этими политзаключенными. И демонстративно было проигнорировано это здание, куда мы приглашали прийти Светлану. И 95% таких людей проходит именно через замок. Это было бы честь и уважение и волонтерам, и этим политзаключенным, и лидеру допомоги, чтобы поддержать таким образом. Нет, демонстративно все было перенесено в подконтрольную структуру. И была проведена такая, знаете, показательная встреча с селфи, как вот говорят, с каким-то видео и так далее. Были приглашены какие-то исключительные лояльные лица. И так это происходит постоянно. Я хочу сказать, что единственным легитимным институтом является белорусский народ. И с некоторых пор под Кастуся Калиновского, который, к сожалению, своими жизнями доказал свою легитимность. Все остальные политические игроки должны в конкурентной, открытой, демократической среде доказывать свою дееспособность. И еще хотелось бы сказать, как простому белорусу. Я считаю, что я отдавал голос против диктатуры, так получилось, что за Светлану Георгиевну. Но я не отдавал голос за Светлану Георгиевну, которая на непонятном основании сформировала свой кабинет. Кабинет, в который вошли политики со стажем борьбы более 28 лет. Я не буду называть фамилию. Политики, которые вместе в одной группе института учились с известными товарищами. Да, да, да. И так далее. То есть я требую, как гражданина Республики Беларусь, верификации открытого изучения, кто такие люди, на каком основании они выступают от имени белорусского народа. И еще, если офис Светланы Георгиевны выступает от имени белорусского народа, значит, нужна абсолютная прозрачность ее деятельности и финансовая, и любая другая. Это мое требование, как гражданина Республики Беларусь. Спасибо. Дякую, Виолике. Дякую, Виолике. Может быть, откажем на пытание? Вера, можно? Хорошо. Я всем дам слово. Я просто... Имейте в виду, что у нас еще онлайн, еще у нас везде. Я, конечно, всем дам слово, но просто, чтобы не очень долго говорили. Если возможно. Дякую. Сейчас хочу сказать, как простая белорусска, которая приняла участие в форуме демократических сил и сегодня наблюдала процессы, происходящие на конференции, организованной офисом Светланы Тихановской. К сожалению, не были получены ответы на такие... К сожалению, не были получены ответы на такие простые банальные вопросы. Какую пользу принес офис людям внутри страны? Тысячи и тысячи белорусов застряли, как цыгане на чужой территории без шанса вернуться. Волонтеры, а могу сказать, как волонтер, стали помогать. Мы запомогали белорусы друг друга. Пора нам вырастить из себя лидеров, взять на себя ответственность в свои руки, отвечать за свои слова, действия, поступки. То предложение, которое сегодня на сцене в четвертом блоке поступило Веронике Цепкало, принять участие в так называемом кабинете протопарламента только лишь на условиях офиса Светланы Тихановской. Но при этом открытый диалог и предложение, которое был готов выдвинуть форум Демсил, о нем просто не хотели слышать. И пока офис и подруженные структуры не вступят в прямой диалог с людьми, которые находятся внутри страны, пока они не получат свои политические очки, пока они не получат знак качества, это так называемая борьба. С места не сдвинется. Это, простите меня, выкидыш революции, а не борьба. И поэтому, пока мы не научимся, пока не заставят работать офис Светланы Тихановской, простые белорусы, процессов демократических в нашей стране не будет. Спасибо. Спасибо большое. Там Миша Кучеров, он у нас немножко известен стал за последний день. Очень просит, чтобы он сказал и рассказал, как вообще, что происходило, как он провел вчерашний вечер. Всем очень хочется узнать. В порядке, да? Видите, мы будем по парадку, тому мы уже весь лимит выбрали, тому, что у нас есть пытание за стриму. Это про мой эфир. Люди будут глядеть в этот шатырых один. Тому, коли ласка, те я, те вы мудруете. Вера, у нас есть пытанешки? Добро, добро. Нет, у нас есть те же пытания, какие мы заявили о предстоящих смертных приговорах по политическим статьям. Почему молчит Европа? Кто может отказаться? Быстро ответили, тогда что-то передать микрофон. Европа молчит, потому что из Беларуси нет структур, которые поднимают этот вопрос. На самом деле, Европа всегда реагирует на что-то, когда из Беларуси идет кампания. И не обязательно оно идет от Светланы Сихоноской, абсолютно неважно от кого, но таких кампаний, защиту этих людей на данный момент по разным причинам нет. Поэтому Европа будет молчать ровно столько, сколько будут молчать беларусы. Спасибо большое. Дело в том, что есть еще вопрос на эту же тему. Требование к Литве признать гражданина Александра Лукашенко террористом. Значит, где этот вопрос, продвигается ли он? У нас, по-моему, Валдос из Литвы, может быть, он может что-то сказать. Еще раз, приветствую всем. Клачко Александр Горбаранович. Видите, я скажу так, на мой погляд, беларусы, начну с дыншого. Я пачал открыто говорить про тое, як я одно что-то политики у Беларуси 18-го липеня 20-го года. Для меня штуршком для гэтага, апошным штуршком для гэтага, стало объединение штабов Цепкала, Сихановской и Колесников. Гэта была складана зробить, верь, мы складана перейти с кухонных размол у открытый выступ. Але, гэта так классно, так здорово. Я лечу, что голосность гэта головная одна с нашим зброям. На мой погляд, беларусы пойдут за тым человеком, який в первую чергу будзе душой болеть за национальну идею. Во пешу чергу за таким человеком. За тым человеком, який не словами, а дземенеми докажа и покажа беларусам, што ён дзеля гэтага нечто робец. Ведаеце, зараз ворог номер адзин для меня, гэта не дземенеми, гэта путін. На падставе гісторы Литвы, я ось до войны, за месяц до войны пачу дві гісторы а двух литовцев, аднаго ось Наталя падкышця каляска ёго тема свенцлаў, чоў ён забываю, а другі чалавек, ён ўдземене шаў падземене 91-го годы ў Литві. Гэта обгодан взык я запытаў, я гэта 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 яны кажуць, Литва прэмагаў тольк тады калі гэгі мон, які ўплываў на ЕЕ, аслабіваў. Гэта 18-ый год, 11-ый год, гэта 11-ый год. І зараз толькі Расія ў якой не будзе Путсіна, гэта гаранты, на мою пугляд, незалежны Беларусі. Не толькі незалежны, а гаранты будучыні, існовання Беларусі. Гэта загалуна пытање Сёўу. Закон. Здравствуйте, меня зовут Таисія, я украинка, родом из Донецкой области. Хотела бы также дополнить касательно пропусков на конференцию, проделав достаточно долгий путь прямиком из Украины в Вильнюс, я не попала на конференцию, моя фамилия почему-то не оказалась в списке в последний момент. Мне, если честно, такая политика не особо ясна, не понимаю, не хотели видеть украинцев или слышать украинцев, хотя лично по моему мнению беларусов и украинцев на данный момент объединяет всё же одна проблема. Это диктаторский режим, и мне кажется, чтобы победить эту проблему и решить её, мы также должны действовать вместе. Я хочу сказать, что онлайн, пока Слава передаёт микрофон, идёт такой коммент, с территории Беларуси бомбят Украину, это же жуть полная, как беларусы будут дальше жить с этим? Вот можно ещё и сказать. Большая Вера, было пытание про смиротное покарание? Так, было, было, было. Пытание про смиротное покарание и зараз шакайте, шакайте, шакайте. Я начну сразу с того, о предстоящих смертных приговорах по политическим статьям. Почему молчит Европа? Ну, может быть, вот здесь Олег скажет. Европа почему молчит, Ольга Карач уже ответила, и она совершенно правильно, как я полагаю, ответила. Вот я отвечу, почему Европа не вмешивается в освобождение политзаключённых, вернее, может ли Европа освободить политзаключённых? Я отвечу, до тех пор, пока режиму это не надо, она не сможет ничего сделать, это могут сделать только белорусы. Сразу вам скажу, что когда объявлял голодовку Москевич и когда объявлял голодовку Автопович, ничего с места не трогалось, до тех пор, пока я не организовывал на своём канале «Мы не холопы» подачу письменных и электронных обращений, как только эти обращения поступали, сразу выполнялись требования, поэтому всё зависит от белорусского народа. Как только белорусы начнут, причём и белорусы, которые подавали заявление, находятся не за рубежом, находятся в Беларуси, и боты, которые отговаривают и запугивают, что не надо такие заявления подавать, это всё ерунда, на самом деле, потому что за это привлечь какой-либо ответственности просто невозможно, даже при всём желании. И что касается смиротного покарания, Европа, опять-таки, будет вмешиваться обязательно, как только белорусы начнут поднимать волну, подавать заявления, обращения, в том числе и в европейские парламенты, европейским политикам. Вера, если я передаю микрофон, можешь повторить до питания? Я здесь ещё одно пытание, кстати, ребята пишут, а кому, куда письма писать, в какие организации, кто может составить список, кто за что отвечает? Видимо, действительно, люди интересуются, но не знают, куда писать, готовы, но не очень хорошо понимают, как. Значит, требования к Литве признать гражданина Лукашенко террористом. На какой это стадии и признает ли Литва, наверное, не ответили мы ещё. У меня есть по этому поводу предложение. Завтра Вероника и Ольга выступают в сейме Литвы, в 10.30 у них будет там пресс-конференция с частью депутатов. Все депутаты литовского сейма получили обращение в форумы демократических сил, и в этой же ситуации я предлагаю, если это возможно, завтра попросить литовских коллег-депутатов, чтобы они этот вопрос поставили и внесли в повестку дня. Мне кажется, это будет хорошо. Друзья, я хотела всех поблагодарить за поддержку, за вашу положительную энергию. Действительно, у нас сегодня был сложный день, участвовали в конференции с самого утра. Завтра тоже предстоит сложный день, поэтому я бы просто хотела сейчас пойти, чтобы подготовиться к завтрашним встречам. Ещё раз благодарю всех за вашу поддержку. Продолжаем бороться и живи, Беларусь! Слава Украине! Живи, Вероника! Героям слава! Дякую Веронику! Дякую Веронику! Вероника, зараз я дам микрофон ещё-таки, о пошне жаншине, яка весь этот час чекала, а потом, коли кто-нибудь з вас памятая, питание с чату, Вера, можешь полторы цели уйти мне? Полторы, коли у вас к питание... Питание чата будет не к ним. Не. Але хто наступно буде отказывать, так. Всем добрый день. У меня вообще была рефлексия на выступление Анатолия Котова, когда он сказал, что непонятно, кто вообще принимал решение в том, что будет сегодня выступать только Светлана в этот как бы день, ну, я даже могу его назвать день памяти, потому что, простите, за два года ничего не произошло, мы только как бы теряем. Вот. И сегодня на одной из кофе-пауз ко мне подошел Валерий Ковалевский, когда я задала вопрос, почему сегодня на сцене только Светлана Тихановская, почему нету ни Вероники Цепкало, ни той же Татьяны Хомич, он сказал, что это мероприятие организовывала Светлана Тихановская, то есть это личное ее мероприятие, на которое, естественно, должна вести только она. И еще одно, что я хотела отрефлексировать сегодня, когда я входила вот в это вот здание, как бы казалось, театра, когда проводили досмотр, но мне, как белоруски, как многое из белорусов, которые были репрессированы и сидели, было очень неприятно проходить этот досмотр, то есть это уже вызывало очень негативные эмоции. Да, на самом деле мне такое было ощущение, что меня везут в какой-то ИВС. И слишком плотно высказывали меня. Да. Вера, вот арыкли ласкопытания. Я уже просто по пытаниям иду, почему в независимых медиа есть цензура? Нет, нет, про террористов. Про террористов? Ну, о признании режима Лукашенко террористическим, это уже сказали, что в литовский сейм уже пойдут завтра, поэтому там, наверное, спросим. Вот здесь еще вопрос о признании территории Беларуси оккупированной. до литовского сейма питание было. Можешь, полторы цього? А, до литовского сейма. Почему так? Требование к Литве признать гражданина Лукашенко террористом. Дошло ли оно до Литвы? И там же вопрос, как Литва и ЕС могут помочь в освобождении политических заключенных в Беларуси? Альгер Досисов член парламента, оппозиционер, потому что у нас демократическая сторона, поэтому я могу ответить свое мнение, но никто не уполномочил. Меня говорит за весь парламент. Я думаю, что завтра будет пресс-конференция, об этом вопросе будем говорить и я рад, что будет участвовать Вероника. И, конечно, дальнейший процесс это в демократической стране появляется резолюция, за которую должно проголосовать весь или большинство парламента. Так что об этом будем говорить, а будет ли признан за это я не могу ответить, что будет именно одинаковое или другое решение. Как насчет политических заключенных, я думаю, что тут прозвучал очень конкретный ответ. Первым делом это белорусский народ должен этот вопрос поднимать, демократические страны всегда присоединяются. Часть литовских парламентарий есть в европарламенте, есть контакты, и это уже тогда действует коллективно, принимая один или другое решение. Думаю, что если пойдет волна недовольствия первым делом из белорусского народа, мы всегда поддержим и будем ориентировать другие страны принять такое решение и помочь. Спасибо вам огромное, спасибо Литве, вы так нас поддерживаете, мы вас любим всех, вы молодцы, вы боролись так всегда с Советским Союзом, с режимом боролись, так что у вас такой опыт политический, мы у вас учимся. Хочу сейчас задать вопрос, вернуться к независимым СМИ, почему в независимых медиа есть цензура? Это вопрос или обвинение, но может быть кто-то скажет? Там остальные независимые смины. Я могу сказать, как публичный человек. У нас есть отказ. Ну может дадим и Анжелике сказать через секунду. Мы сейчас смотрим новости и Тудбая того же, и все видно, в каком они свете все преподносят, поэтому говорить о том, что цензура независимых СМИ, мне кажется, сейчас слово независимое нужно брать исключительно в кавычки. Спасибо большое. Анжелика хотела добавить, она в медиа достаточно давно, Анжелика, добавь, пожалуйста. Ну, во-первых, я хотела бы сказать по поводу непосредственно людей, которые находятся в Беларуси, по поводу того, что люди должны в первую очередь дать сигнал. Я хочу сказать вам, что сегодня внутри Беларуси все люди зажаты, они не имеют права вообще, не могут действовать, не могут выражать свои эмоции. Поэтому это наша задача здесь уже, находясь за пределами Беларуси, кричать во все горло и о политзаключенных, и поднимать все острые вопросы. Но я еще хотела обратить внимание на то, что мы должны прежде всего сейчас с вами говорить, думать и слышать тех людей, которые находятся в Беларуси. Понимаете? Потому что мы сейчас, вот я в Москве, кто-то там в Греции, в Польше, в Вильнюсе, мы не видим и не слышим все то, что происходит там. Я по роду своей деятельности, я публичный человек, у меня очень много поклонников и полпоклонников и родственников огромное количество в Беларуси. Там, ребята, там реальная проблема и беда. И там все надеются только на нас, потому что там люди не могут действовать, они все зажаты репрессивной машиной. Поэтому сейчас задача на освобождение беларусов, Беларуси, наших политзаключенных вся лежит на нас. Я говорила о том, что мы в ответе, есть фраза такая, прекрасная, мы в ответе за тех, кого приручили. А мы сейчас все с вами, находящиеся за пределами Беларуси, которые могут говорить и могут действовать, мы в ответе за тех, кто там находится и тех, кого репрессировали и посадили. Это в первую очередь. А что касается СМИ, я провела лично свое так называемое звездное журналистское расследование за последний день. Вы видели, меня давно не было в поле СМИ и давно меня никто не приглашал. Но вы помните, какая активность была со стороны прессы и СМИ к моей персоне, например, в момент моих экстрадиций, судебных статей и так далее, и тому подобное. Вот полгода тишина. Нет радио Свободы, не от Тудбая, не от Еврорадио. Попала я случайно в эфир, потому что я зашла в эфир с Халезиным, который был на Еврорадио и задала ему публично в чате свои вопросы. И Дмитрий Лукашук озвучил эти вопросы. И Халезину пришлось на них отвечать. И вот тогда Дмитрий Лукашук в прямом эфире пригласил меня в прямой эфир. Я думаю, что они пожалели уже о том, что пригласили меня, пригласили Семен Георгиевича Шарецкого, пригласили там других представителей. До моего эфира на Еврорадио за сутки мне позвонили. Это после эфира нашего совместного и после первого моего выступления и моего отношения к Светлане Тихановской и к ее офису, когда я публично высказалась, потому что уже молчать не могла. Мне позвонила журналистка Татьяна из Студбай, она же Зеркало сейчас, и попросила дать интервью. Уже когда я давала интервью Татьяне, потому что мне задавались вопросы, понимаете, журналисты сейчас меня услышат и поймут, которые слушают про Крым, про спецоперацию, понимаете, мило, когда демократические СМИ знают, что я нахожусь в России и в таких сложных ситуациях, опасные для меня задавательские вопросы. Когда я переводила вопросы на другую тему, и она мне спросила, зачем вы ругаете Светлану Тихановскую, зачем вы на нее так набросились? Я стала отвечать на эти вопросы, высказывать свою точку зрения. У меня взяли интервью, она уже тогда поняла, что оно не выйдет. Вот. И за два часа до моего эфира на Еврорадио я получила СМС от Татьяны, которая сказала мне, Анжелика, мы срочно, вы должны вычитать это интервью, мы вам его пришлем прямо сейчас. А это было как раз, они собирались мне прислать интервью за 15 минут до моего выхода на Еврорадио. И говорит, если мы не пустим ваше интервью до того, как вы выйдете в эфир на Еврорадио, значит, оно вообще не выйдет в печати. Я говорю, в смысле не выйдет? А какое отношение имеет мой прямой эфир на Еврорадио к вашему печатному интервью? Говорит, а что, шантаж? Говорю, вы понимаете, что я не успею вычитать интервью, не сделать поправки, вы не успеете его выдать в эфир. Вот. Так и получилось. Они сказали, нет, ни в коем случае не шантаж, мы просто великое многомиллионное издание, а там всего лишь Еврорадио. Говорит, так тем более, какие проблемы? После Еврорадио, я говорю, присылайте сейчас, в час дня. Они говорят, нет, в общем, мне не прислали. После Еврорадио мне не прислали, наутро мне не прислали, я шлю СМС, говорю, пожалуйста, где интервью? Вы так настаивали на этом? Но я уже понимала, что это уже все, интервью не будет, потому что все, оно им не надо просто. И потом я могу вот сделать скрины наших разговоров и мои голосовые сообщения, которые я послала Зеркалу. И непосредственно Татьяне передала привет руководству, сказала, что вот Марина, кстати, которая сидит сейчас, главный редактор Тутбай, она бы уже давно разогнала эту шайку-лейку, потому что это однозначно. Они мне прислали потом цинищный СМС. Дело в том, что наши редакторы уже послушали все, что вы сказали на Еврорадио, мы были крены вашими ответами, поэтому не будет интервью печатного на Тутбай, оно же зеркало сейчас. Что-то еще надо объяснять? Я думаю, нет. Дальше я, поймите, вот я вышла в интервью на Еврорадио, потом вышел Шарецкий. Семен Георгиевич, после меня сразу. Глобально мы запустили много таких журналистских информационных бомб, которые должны были уже разорвать на все заголовки. Причем, я понимаю, если бы даже все средства массовой информации там вечером и с утра уже закишели заголовками, что я сошла с ума, Шарецкий вообще, Семен Георгиевич наш уважаемый, кстати, он на сегодняшний день единственный легитимный человек с 1999 года, и он имеет право легитимности единственной, а не Светлана Тихановская, на минуточку. Так вот, уже бы разорвали все на заголовки. Тишина гробовая, мертвая тишина. Я звонила Дмитрию Лукушуку, я потом позвонила на радио «Свободы», у меня есть такая возможность, у меня есть все координаты журналистов, и я говорю, почему вы меня не приглашаете на интервью? Что происходит? Ребята, я понимаю, если бы вы говорили о том, что мы сумасшедшие и все не так, то все было бы по-другому, а так гробовая тишина. И вот эта тишина абсолютная, безразличие, нас не видят, нас не слышат, как будто нас не существует, как будто мы не говорим, не возмущаемся. Я думаю, что больше рассказывать не надо, что у нас на сегодняшний день практически нет уже, не осталось демократических независимых СМИ. Мое личное мнение, что все демократические СМИ работают только на повестку офиса и Светланы Тихановской, они все коррумпированы офисом. Я в этом не сомневаюсь, нечуть. Спасибо большое, Анжелика, очень замечательно развернутый ответ. Я думаю, что мы перейдем сейчас в наш зал, и идет вопрос о необходимости переформатирования политического поля. Как вообще мы это видим? Витаю, меня зовут Мария, але я не буду оказывать на это питание, обожаюся, потому что у меня есть инши, у меня на самом речи, я представляю, я просто звичайная белорусская, яка у основных займается распространением и просоединением нашей белорусской мовой, и мне сегодня криво, что на нашей встрече, кроме Саши, никто не использовал белорусскую мову. Спасибо. Я так само... Я не Саша. Не мне Саша, это верно. Плау, плавка. Плау, так, вяшка, по-народному. Я так само потребляю Сашу тем, что вы сян, як звичайная белорусская, и те люди, яки у моегося роди, мы пойдем первую очередь за человеком, яки буди представлять национальную идею, яки будзе яе просовывать эту млику, и мне, например, вельми важ, как бы наши лидеры выкрасывали мову. У меня пытание до всех, и до Ольги так само, потому что вы сегодня трохи закринули гэта пытание, шо момони выкрасывали мову, и калли мы пошли мое выкрасывали. Я танчу, только в ойре, мы прохом. Ну, не просто. Так. Почайте, скажите, калли ласку у микрофон, бы ничего не будет шувать онлайн. Вера, по-таре пытание, еще раз. О необходимости переформатирования политического поля. Как мы будем переформатировать вообще, как вы это видите, переформатирование? Раз уже мы там усе демократы, як будем гэта робить, як переформатируем? Что вам выдается наибольшь важным? Мне немножко неловко, что там третий раз беру микрофон, но мне кажется, что это вопрос больше ко мне. На самом деле, на сегодняшний день, если не произойдет это самое переформатирование, то ситуация для белорусского протестного движения закончится очень печально. Я обращаю внимание, что сегодня на конференции, сегодня на брифинге демократических сил присутствуют, довольно присутствовали, по крайней мере, высокопоставленные литовские политики и влиятельные литовские политики. на конференции демократических сил или Новой Беларуси, несмотря на массовые, я знаю, были рассылки и приглашения Светланы Тихоновской, эта конференция была проигнорирована литовскими политиками, и для нас это не есть хорошо, потому что это означает, что белорусская тема даже для Литвы в том формате, в котором она есть, она становится неинтересна. Для кого-то она становится токсичной, для кого-то неинтересна, для кого-то еще какое-то, и нам это не есть хорошо. Аналогично, если, как заявляла Светлана Тихоновская, эта конференция главное событие года, и в какой-то степени это правда, потому что завтра два года с начала протестов и идет подведение итогов и многого другого. Сегодня не было как минимум главы комитета по иностранным делам литовского парламента на этой конференции, не было даже никаких приветственных слов, не было никаких писем ни от одного европейского политика, ни от одного европейского комитета по иностранным делам. И это на самом деле можно, конечно, говорить, да мы там не приглашали, да мы там то, да мы там все, но на самом деле для нас это означает, что Беларусь уходит в очень невидимую зону, и вот эти все люди, которые выскакивали с каким-то подозрительным диким блеском в глазах и кричали, что Светлана Тихановская единственный там легитимный какой-то представитель, сегодня конференция показала, что нет никакого легитимного представительства, потому что, знаете, даже Ивонка Сурвила собирает вот на раз больше всяких приветственных листов, которые, когда она проводит свои конференции, и это есть проблема, потому что мы видим, куда идет сегодня белорусский протест, мы видим проблемы с визами, с банковскими счетами, мы видим дискриминацию, которая началась в отношении белорусов, мы видим всю ту ситуацию, которая случилась с белорусами внутри Беларуси, мы видим захлопывание гуманитарных коридоров, которые еще год назад более-менее работали, и многое-многое другое, поэтому на сегодняшний день что нам необходимо? Нам действительно необходимо по сути делать то, что мы уже, на мой взгляд, успешно начали делать, мы начали формировать систему двувластия в белорусском протестном движении, потому что эта система двувластия заставляет людей более, и разных игроков более активно действовать, но наша цель не оппозиция, наша цель это Беларусь, и наша цель это захват власти Беларуси с целью проведения демократических реформ, поэтому то, что нам нужно сделать, нам нужно создать систему двувластия для Беларуси, чтобы белорусский режим оказался в такой же ситуации и даже сильнее, чем сейчас оказалась Шеклана Тихановская с формой демократических сил, и весь этот набор мы, конечно, увидим, что для этого нужно. Нам очень важный вопрос на сегодняшний день, который стоит, это признание Беларуси оккупированной территории уже на международном уровне, и это не просто какие-то слова, это на самом деле очень серьезные юридические последствия, и эта компания, она невозможна без вовлечения огромного количества людей. В чем ценность форума демократических сил? В том, что там нет одного лидера. Есть люди, которые могут влиять на мнение, есть люди, которые могут влиять на мнение больше, могут влиять на мнение меньше, но сама процедура принятия решений в форуме, она исключает появление одного человека, который подмет под себя все. Это просто невозможно. Но при этом мы понимаем, что вопросов так много, и площадок или всех ниш, которые, в которых человек или там организация могут себя проявить тоже так много, и форум эти все площадки и ниши дает. Так вот, компания по признанию Беларуси оккупированной территорией. Здесь очень много всяких подводных камней, и про них, конечно, тоже надо говорить, потому что это признание тянет за собой очень серьезные последствия для беларусского режима и для беларусского протестного движения. Первый очень важный вопрос, это когда Беларусь признается оккупированной территорией, это означает, что все, режим Лукашенко перестает вообще восприниматься, никак он не воспринимается, это значит, что на нем ставят такой жирный крестик и на месте вот режима Лукашенко появляется белое пятно. Сегодня режим Лукашенко считают управляющим Беларусью де-факто, ну, за счет того, что он удерживает власть насильственным путем с помощью своих силовиков. Но тогда возникает вопрос, кто решает вопросы по Беларуси? И, к сожалению, надо признать, что здесь есть риски и есть возможности, причем очень большие риски и очень большие возможности. Большие риски, если мы за это время не сформируем нормальные структуры и совершенно недостаточно себя обозвать кабинетом, офисом, правлением, опять кабинетом и так далее, это вот эти селфи-игры совершенно вообще не работают в этой ситуации. если белорусское протестное движение не выстраивает нормальную жизнеспособную структуру, а я сегодня по конференции вижу, что такого желания, по крайней мере, участия людей точно нет, то разговаривать по Беларуси буду с Москвой. Это для нас проблема, потому что получается, что тогда мы Беларусь своими руками больше загоняем под юрисдикцию Москвы и доставать вот из-под плинтуса Беларусь будет намного сложнее, чем даже доставать ее сейчас вот в таком квазиаморфном виде. Но если белорусское протестное движение и белорусский форум демократических сил начал этот процесс, мы видим, как он сложно идет, как все выматываются и так далее, но есть шанс, есть шанс, что на базе форума все-таки сформируется то, что называется правительством в знании, но в таком широком смысле, то тогда для нас это шанс, потому что для нас это шанс требовать отдать нам все помещения белорусских посольств по всем странам Евросоюза, поскольку Беларусь представляет форум демократических сил или там структура вместо нее там не знаю как правительство в знании, и это тянет за собой в том числе юридические процедуры, нотариальные заверения этих структур, когда признаются эти все печати, выдачи паспортов и многие-многие там другие моменты, но кроме этого это дает для нас и возможность требовать у Америки лендвиз, и это не только, потому что сегодня, когда говорят, что там Калиновский пойдет в Беларусь, кто-то говорил хорошо, что мы армию сами не профинансируем, нужно, чтобы кто-то, и это не только армия, это не только оружие, это там тренеры, это школы, это там много-много всего, для правительства в знании, для Беларуси в изгнании, для нормальной рабочей структуры, в которую, повторю, втянуто должно быть очень много структур, людей, организации, а не просто какой-то офис Тихановский, который сам по себе довольно маленький, 20 человек, или там 28, то это дает нам возможность требовать вот весь пакет ленд-лиза, как для Украины, потому что на сегодняшний день в Украине идет война, да, но Украина частично оккупирована, Беларусь оккупирована полностью, и для нас это возможность, но здесь, повторю, до того, как дойти еще вот до вот этих всех структур и признания их на всех уровнях, нужно проделать довольно большую работу, поэтому я хочу всех собравшихся сегодня поблагодарить за то, что вы, во-первых, не сдались и бились до конца на этой конференции, я понимаю, как это было сложно, тяжело, и морально, и психологически это выматывало, когда ты видишь, что все твои начинания, добрые начинания наталкиваются на такую стенку, но с другой стороны у нас цена вопроса это Беларусь, и даже если мы не будем бороться за Беларусь, за признание Беларуси оккупированной страной, наша проблема в том, что если мы сейчас плывем по течению, Беларусь все равно будет вот просто уходить под юрисдикцию Москвы все больше и больше, и это ужасно, поэтому у нас сейчас одна дорога, она довольно ясная и четкая, и вопрос только в том, насколько быстро мы все по ней пройдем. Спасибо, Ольга, интересный коммент из чата, российская оппозиция вам поможет, мы тоже оккупированы, я так понимаю, что до многих русских людей доходят, что они-то под оккупацией уже давно, очень большие не соболезнования, а такие спочуття, да девчина, яка из Украины, кажут, что яки она ехала до Тихановской, не что сказать, не может сказать, так может, нехай тут уже скажет не что, бы она из Украины далеко ехала и не доехала, но не смогла дойти до Тихановской, может тут не что скажет, так что, пожалуйста, просят ей микрофон передать гостям с Украиной, мы им вельми вспучуем. Микрофон почала жить своим життем. Добрый, может быть, треба наладовать? Я дал микрофон Наталье Колиновой, але я зараз добрый. Наталья, вы бачайте, я ще хвилечко. Наталья цудовна выглядая. Караля цудовна. Столько, сколько хочется. Еще раз здравствуйте. Только ближе, может быть, к камере, бо люди хотят вас и бачить, и чуть, и дают вам слово, бо спаучують вам, я гостя с Украины, окупованной, якая зараз вальша с Путиным. Еще раз здравствуйте. Не хотелось бы, конечно, втянуть одеяло на себя, скажем так, и переносить сегодняшний брифинг на тематику Украины, но самое главное, что мне хотелось бы сказать, это то, что весь украинский народ, и я лично очень благодарна белорусам и белорусскому полку за помощь, которую они оказывают, и то, что такое тяжелое и для Белоруссии время, они вышли на защиту братского государства, помогают, защищают наравне с украинцами. Спасибо огромное, и я надеюсь, что украинцам и белорусам удастся объединиться для решения, как я уже упоминала, общей проблемы. Спасибо. Мы так само обхимарим. Дякую великую. Ну тогда Наталья, Сарас. Дякую вам великую. Наталья Колегова. Ну, во-первых, да, мы расскажем, что завтра то, что придумал народ, но те, которые в поле, это в Вильнюсе будет у нас митинг 18.30, и во время подписания этого митинга, во время этого митинга мы вообще-то планировали, это как раз был к Колеге вопрос, какой текст мы тогда можем принять, потому что мы хотели делать обращение, петицию как раз о признании оккупированной территории, ну, скажем, народ в поле хотел это сделать, поэтому, если этот текст есть, если уже есть он проработанный, возможно, его надо просто распечатать и там сформировать, и если это может сделать наш дом, да, к завтрашнему дню подготовить эту, ну, чтобы мы не занимались изобретением велосипеда, если вы, если уже форум, или там вообще люди, юристы отработали эту тематику, да, это, значит, была первая история, которую я хотела задать и попросить, значит, по поводу, хотела вам сказать, значит, ужасно, конечно, слово война, но благодаря ей украинцы в основном в своей массе, я много очень общаюсь, к нам сюда приходит в большом количестве люди, потому что наши белорусы, мы все это знаем, они только защищают, помогают защищать Украину, папа из Василькиева, поэтому, собственно, мы все у каждого, да, ну вот, видите, как оказываются земляки, так вот, еще кроме есть волонтера, и наши волонтеры постоянно беседуют, большим откровением для украинцев стало то, что белорусы боролись эти полтора года, ну, до войны, и сейчас, к сожалению, война – это ужасная вещь, но она объединила наших два народа, и это большой, в этом случае это большая радость для нас, что наконец-то мы смогли увидеть и услышать и признать о ценности этого наших двух государств и о том, что это важно. Ну, а я хотела, скажем так, просто хотела бы, чтобы мы меньше говорили о деньгах, которые тратит офис, потому что, ну, пускай он их тратит, хороший гламурный журнал, ездит где-нибудь и рассказывает о том, ну, мы же не спрашиваем, сколько стоит платье у Мадонны или там еще у кого-то, они просто артисты, так пускай артистам заплатили 65 миллионов, и они нормально пускай, мы должны, мое мнение, меньше говорить о деньгах, мы должны больше говорить о том, что делать, и тогда в мире денег много, и они найдутся на все остальное. пускай... Дякую великим, можно я такую пропонову зачитаю? Чому не пропоновали усим, кто хочет национально вызволенчий рух, каб поудельничали у выборах, ци, что там плануется у нас раду? Национальная рада, хима плануется у нас... Кто може отказать? Можа кто-нибудь отказать? Знову, Ольга. Да, я огребаю. Нет, на самом деле там опять то, что планируется в качестве, я так и не поняла, там, коррекционного совета, наверное, да, это все равно планируется на примерно тех же принципах, что и проводилась эта конференция. То есть правила игры, которые будут меняться в процессе постоянно, насколько это выгодно каким-то людям, и кроме этого все равно непонятно, как, например, другие люди уже будут приходить в действующую организацию или там инициативы и включаться. То есть там из того, что озвучивалось, было понятно, что непонятно ничего, и было понятно, что нужно любыми судьбами запихать, по-другому я даже не могу сказать, каких-то людей в список членов там кабинета или национального совета, или как это называлось, то есть Вероника, дай, пожалуйста, слово, что ты войдешь в кабинет. Вот Вероника пытается спрашивать там, как, что, какие-то подробности. Нет, ты сначала пообещай, а потом о тебе все расскажем. Ну, то есть это как-то выглядело странновато, и я думаю, что вот это все, если они проработают и как-то внятно смогут объяснить, объясниться, что они хотят, кроме того, что они боятся формы классических сил, как черт ладана. Ну, вот, это понятно, что они форму боятся. Все остальное было, даже для меня, я сидела, слушала, было совершенно непонятно. У меня не есть пытания, але я не веду, может, есть пытания с чатом. Мы уже в финале будем скоро, так что, может быть, остатне пытание, кто хочет с залу, люди пришли, нехай дадим им слово. Те, кто еще ничего не сказал, может, навыть лепей, бо я вижу, что тягнуть руку уже не были, может, кто с цих хочет дополнить. Такой момент, тут может быть чуть-чуть непозитивно, но пройдусь по основным моментам, которые были сказаны на вот этом форуме конференции, ну, в общем, той штуке, которая была днем, потому что они как-то не разобрались, что это такое. К сожалению, несмотря на высказывания тех четырех мужчин, и, знаете, есть там высказывание узника в концлагере, психолога, который говорил, что не выжили те, кто хотел, что очень быстро закончится, и те, кто думали, что это никогда не закончится. К сожалению, поэтому мы вынуждены констатировать, что то, чем мы сейчас занимаемся, не будет быстро. Это будет, это неизбежно само по себе, но это не будет быстро. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что прямым военным вторжением Украина не поможет, потому что им это, как стране, технически невыгодно, и они не будут этим заниматься. Возможно, они будут как-то помогать, пусть то полкам, еще как-то. Никакое там за три дня до Минска не будет, потому что это отдельный целый фронт, целый юг страны, им бы отбиться от того, что есть. Поэтому первый момент, это наша, наша война, она будет длинная, надо на это учитывать, поэтому надо распределять ресурсы, и надо понимать, что для победы нам нужно действовать постоянно, постепенно, выстраивая стратегию, что будет через год, что будет через два года. Такой момент, как правильно говорил Ёшкин, код уже устал, подзабыл наш Жилнов Олег, вот, как он правильно говорил, что вопрос в диктатуре и в образовании, эта проблема также касается журналистов, почему говорят, что, почему у нас созависимы и независимы СМИ, в нашей стране, дальше по миру не могу подсказать, у нас по факту нет журналистов, у нас есть институты, которые готовят пропаганду, и журналисты, сами того не ведая, они становятся пропагандистами, они используют те шаблоны, те кальковые выражения, которые могут формировать определенное мнение. У нас сами люди подготовлены к тому, чтобы строить диктатуру, поэтому первым делом для нас на длительный период, в том числе, главным остается то, чтобы подготовить для себя стратегию движения вперед, подготовить для своих общностей эту стратегию движения и переобразовываться, переориентироваться, потому что будь то журналисты, с ними были очень большие проблемы, когда мы самоздатом занимались, люди, которые не журналисты, им проще принимать какие-то вещи по тезисам, выражениям, журналисты говорят, как мы не можем писать, мы не можем писать не силовики, нас так учили, ребята, вас учили по той схеме, и поэтому эта проблема будет возникать, поэтому даже если они хотят написать как независимое демократическое, их так учили, нас учили в этой системе, это по сути своей такое, знаете, как у людей есть отдельные какие-то психологические заболевания, ну не заболевания, скажем так, вот когда они под гнетом родителей были под гнетом преподавателей, еще какие-то травмы, у нас в обществе есть та же самая психологическая травма, общество привыкло к тому, что где-то им руководят, общество привыкло к тому, что ему сложно принимать решения, и поэтому нам, каждому человеку, коллективам и так далее, нужно этому обучаться, это сложно, это долго, но это позволит в будущем достичь. Ветви власти, отлично, у нас получается две ветви власти, но мы забываем, и у одной части, и у другой есть две проблемки, проблема офиса, это люди говорят, блин, кто они такие, ну там Светлана есть, понятно, проблема форума также возникает в том, что там отличные инициативы, классные, занимаются правозащитной деятельностью, там электронной подготовкой документов, там какие-то еще, не буду все назвать, тут часть людей была, но есть еще один момент, про который мы немножко забываем, люди, и люди, да, они являются легитимизацией всех этих процессов, даже к форуму возникает вопрос, а кто эти люди, люди в Беларуси на земле готовят свои структуры, которые посредством выборности то же самое формируют свои, можно сказать, органы власти. Дякую великое, я лечу, что может быть уже пора нам финалить и усим казать добра ночь, еще одно пытание есть, кто стягнет руку, может быть, кто стягнет, а, два, добра. Добрый вечер всем, Сергей Бульбаш, Зеленолубка. Ага, хорошо. Я просто с предыдущим выступающим не совсем соглашусь, мы здесь живем, дома все живут и будут жить, и все есть, просто тишина, потому что проблема следующая, зачем, для чего, и смысл в том, что-то делать, то есть ни стратегии, ни плана, ничего нету, и смысл дома что-то проводить, когда непонятно, ради чего рисковать, и что делать. Это первая проблема. Про журналистов, я по порядочку, просто по тезисам, я с ним не согласен. Журналисты у нас есть, будут, и были, и они профессиональные, и хорошие, но, на мой взгляд, вся проблема, это наша бедность, как и политические партии, движение, так и журналистика. Отсюда и проблемы, которые сегодня обсуждаются на форуме, демократических сил, и сегодня на конференции, и поэтому они все, не научились они диктатуре, просто, кто дал денег, естественно, жить как-то нужно, поэтому приходится петь песню того, кто дает гранты эти. Если бы у нас было свободно, стабильные источники финансирования, как политических партий, так и прессы, то было бы у нас все хорошо и демократически. Ребята талантливые, работали, потому что знали, что они смогут заработать свободно, а не смотреть, что бы мне такое издать, что бы мне за это перепало, потому что кушать хотим все. Что касается домашних на земле. Да, конформист на сегодня приобретает большой размах, и это не секрет. И не потому, что люди чего-то не хотят, просто комфортно. И нет никакой психологической травмы. Я тому пример с седыми усами. Рожденный в СССР, воспитанный, был активистом, а сегодня сижу в этом зале. Проблема в другом, что, чтобы сформировать свое собственное суждение, нужно потратить очень много сил и труда. Это нужно впитать в себя информацию, осознать ее, получить какую-то информацию из других источников, переработать и выработать какое-то свое собственное суждение. И это очень большой труд. А мы сегодня живем в очень ускоренное время. Проще доверяю я тому-то. Что он сказал, то и хорошо. Это же просто. Не нужно затрачивать ни время, ни силы. И отсюда вот и происходят вот такие вот мнения, которые вы сказали. образование. Да, образование и все остальное, да, оно формирует на то, как быстро ты обрабатываешь эту информацию, как ты ее излагаешь. Но даже очень образованные люди мы можем замечать на сегодня. Мы, Ленны, и комфорт, любим комфорт. Мы так само любим комфорт. Я веду, я хочу дать слово тому, кто сядет близко до дверы. Дякую. Добрый вечер. Сергей Баранов, представитель так называемой старой оппозиции. Я член МГП, Объединенная гражданская партия. В меру своей деятельности после революционной уделил много-много сил и здоровья различным делам. Это краткое представление себя, но теперь, по сути, что я хотел бы сказать, почему я взял микрофон бок. Структуры, которых я сегодня очень хорошо знаю, которые много, реально много делают, мне кажется, сегодня разрознены. Это и офисы, и допомога, и разом, различные движения. Очень много сил, мне кажется, отдают для того, чтобы поругаться, чтобы выяснить, кто прав, кто не прав, кто что делает, кто не делает. И мне кажется, что ключевой момент, самый важный момент, пускай люди недопонимают друг друга, это обычно так бывает, но координация действий, потому что очень много, я вижу, происходит следующее, разные структуры хотят сделать одно и то же, идут одним и тем же путем разрозненно. И я для себя делаю такой вот вывод, они не хотят объединяться. Им это по каким-то причинам внутренним, личным, невыгодно, неинтересно, сложно. Так вот, я просто, не знаю, я, наверное, один из последних здесь выступающих, хочу сказать, пожалуйста, свои личные эмоции, вот лидеры или представители, как это было, слово, когда человек мнение высказывает, лидер мнений, да, извини, спасибо большое, да, вот лидеры мнений, пожалуйста, вы свое мнение где-нибудь там при себе оставьте, и если у вас есть конкретный посыл для действия, и вы видите, что другая инициатива, другие люди делают похожее, вы скоординируйте свои действия, объединитесь и сделайте это вместе. Не нужно разъединяться, пожалуйста, речь на сегодняшней конференции, которая сегодня тут немножко говорила, что там не очень все хорошо и не очень все правильно, так вот, я думаю, там был посыл именно этот, что хотела сказать Светлана со сцены, что говорили другие люди, и вообще суть этой конференции, которая прошла, вернее, проходит и завтра еще будет один день, это попытка сказать равным силам о координации действий. Не нужно дружить, не хотите дружить, не надо, но координируйте свои действия, потому что каждая сила, каждый лидер мнений, каждое общественное объединение, МГО и другое, все направлены только на одно, только на то, чтобы в Беларуси случилось счастье. Просто работайте вместе. Просто потому, что дело одно, общее. не было ничего сияго питания, не ведут люди, на что вы отказываете. Я усе ж таки, можно к себе опошное питание? Кому потребно бег, нехай уже идут, бо завтра конференция, которые уже не могут вытримать. Мы посядзим с тыми, кто может. Мое питание пошло, потому что у нас заявлено, ци у нас раздор, и гэта тема зараз усе ж таки успела, я думаю уже не пытать это, але запытаю знову. Я запытаю, и еще я вижу, что человек сядзить там у зале тягну руку. Так сама. У нас на канале НашДон ТВ было опошнее видео об тем, что у нас нема раздора, и что гэта гэстория уже было, калі протопрезиденты, протопарламент, яны, ну, як гэта по-беларускому змагаюцца так, і гэта тое, што у нас зараз отбываюцца. Але пасля сёняшні конферэнцы, эти конхрэсы, эти што там было, у меня не з'явілася теорая, што може быць яны так сама робять протопарламент, і што будзет ады ў гэстори новой Беларусі, калі ў нас будзет два мені приєтно, що Светлана Сихановська і офіс смотрит наші ролики, тому що термін протопарламент, як ви знаєте, ввёл наш дам, в принципі, а не той другої. І сьогодні ми наблюдає продолження того самого процеса, который уже був в нашій історії, молодая укрепляючася диктатура, котре сцепилась с Верховним Советом, тоді це був Лукашенко, ну і, Верховний Совет в лице Семена Шарецкого, сейчас це форум демократичних сил в лице протопарламент і офіс Светланы Тихановськой як, собственно, протопрезидентуру. І то, що пытається сьогодні создати Светлана Тихановська с Конституционним Советом, вони пытаються создати аналог палатки, аналог Национального Собрання Республіки Беларусь, де опять люди попадають не по принципу выборности, либо даже самозаявленості, а по принципу лояльности. І було дуже знаметно, що Координаційний Совет устраивает Светлану Тихановську і форум демократичних сил не устраивает Светлану Тихановську исключительно по одной причине. Светлана Тихановська може контролювати Координаційний Совет і не може контролювати форум демократичних сил. Але для нас крайне важно, щоб сегодня в Беларусі, в беларускому протестному движіні создавалася система здержок і противовесів. Ми действительно зможем победити только, якщо у нас буде выстроен определенний баланс. У нас должно быть три ветви власти, к которым ми должны вернуться, як це було в самом начале, коли Беларусь стала независимой страною. І ми сначала должны выстроити протестном движении, а потім ми должны це перенести вже на всю Беларусь. Поэтому сегодня, на мой взгляд, борьба между протопрезидентурою і протопарламентом продолжається. Сегодня конференція це один із шагів, і я хочу сказати нефинальний. Будет попытка создати палатку і назначить туда лояльних людей, це тож дуже дуже понятно. Сегодня з конференції і дуже понятно, що Светлана Тихановська не видит диалог. Вона видит виключительно включення людей на тех условиях, які придумала сама і ні хто інший. І не готова обсуждать ні критерії, ні условия, ні формат, нічого вообще. То есть вони полностью копирують вертикальну систему власти, коли решення принимаються на самом верху, спускаються сверху вниз, і обратний процесс, коли какие-то решення принимаються снизу і потім доходять до самого це та модель, я вибрали для себе. Я вижу протестное движение исключительно як горизонтальну структуру, потому що на сегодняшний день один лідер – це дуже опасно. С учетом Москви, с учетом їх методичок, с учетом їх, к сожалению, интеллекта і наработок, один лідер, который принимає решення единолична, ми становимся слишком зависимыми. Как ми були зависимыми в 99 году, когда Лукашенко подписал союзный договор, здесь то же самое. Я всегда привожу этот пример. Окей, мы признаем Светлану Тихановскую единственным законным легитимным президентом Республики Беларусь. Представим себе такую ситуацию, все здесь сидящие. Но завтра ее приглашает к себе Владимир Путин, она говорит, догогай, Светлана, мы тебя тоже, как Москва, признаем единственным законным легитимным президентом Республики Беларусь. И я сегодня с тобой сажусь за стол переговоров. Так, все вечерки, добровольские, любительские и так далее в ЭК, потому что вы советники, вы не имеете права находиться, скажем, за столом переговоров. Насколько у Светланы Тихановской хватит сил и опыта и многого другого, чтобы вести переговоры с Владимиром Путиным один на один без всяких советников и не подписать документы об интеграции и не закончить тот процесс, который начал Александр Лукашенко по дорожным картам. Я лично думаю, что она не сможет это сделать в силу, скажем, того, что она много раз про себя говорила, включая сегодня, что она не лидер и она не сможет выстоять в жесткой атаке или в жестком противостоянии с Владимиром Путиным. А это означает для нас очень опасную ситуацию. Это, слава богу, Москва еще до этого сценария не додумалась и не сообразила, но если бы она додумалась, например, в августе и этот сценарий провернула, для нас это бы все плохо пахло и вообще плохо закончилось. Мы не можем давать такие понамочия какому-то одному человеку, тем более человеку, который не в состоянии сказать нет Владимиру Путину. Но будем прямо говорить, она не в состоянии сказать нет. И я не знаю, кто вообще в состоянии, я бы тоже эту роль, честно говоря, на себя бы не взяла в этой ситуации. Эрдоган. Ну, неважно там, ну вот кто, кто может? Вы понимаете, Путин при всех как бы раскладках это человек, который управляет 140 миллионами людей, причем управляет довольно много лет. И у него довольно большой опыт. Уже не берем там другие моменты, да, и плюс методички КГБ и КВД. И в этой ситуации рассчитывать, что какая-то там женщина из Могилевской или не знаю, там с Гомельской области, у которой просто ноль политического опыта, сможет переиграть Путина. Ну, мы все, конечно, любим американские боевики и вообще какие-то фантастические истории, но практика показывает, что пока мы не переиграли даже Лукашенко. Поэтому нет, не будет единоличного правления одного человека, потому что на кону независимость и вообще существование Республики Беларусь. Дякую, Великий Ольга. Я хочу, чтобы дали все-таки слово тем, кто в зале, потому что микрофон, я так понимаю, скоро сядет. И митинг закончится. Микрофон сядет. Да, спасибо. Хотелось бы поддержать то, что сказала Ольга и еще раз повторить о том, что единственным источником власти является, легитимным источником власти является белорусский народ. Поэтому огромная просьба к Ольге в том числе, чтобы завтра попытались донести значит вот этой структуре, которая взяла на себя функции национального лидера для того, чтобы включили сотни тысяч активных белорусов, которые находятся за пределами Беларуси, включить их в политический процесс и начинать национально вызвольный рух снизу, а не сверху искусственными назначениями. Каким-то образом сформировать возможность избрания, как это делается во всем мире, полномочных представителей создать институт парламентаризма, чтобы у нас была обратная связь избиратель и представитель, соответственно, депутат. Таким образом сформировался бы действительно легитимный орган. Это можно сделать вполне по силам, нашими силами белорусов. С привлечением всевозможных международных инстанций, институций, наблюдателей и так далее. Все это, конечно, трудный процесс, но это единственный путь, я считаю, для того, чтобы получить действительно легитимный орган. И я уверен, что с представителями этого легитимного органа будут встречаться все мировые лидеры, и это будет основание для того, чтобы мы делегировали снизу свои полномочия действительно настоящим избранникам народа. у нас впереди еще три года, если мы потратим каких-то два-три месяца организационных на создание таких возможностей, я думаю, мы многое не потеряем, поэтому я думаю, что смотрят представители офиса Светланы Тихановской, на вас историческая ответственность за те шаги, которые вы сейчас совершаете. И я думаю, что вам не стоит ходить, вляпываться в истории, у вас еще есть шанс в эту историю войти достойно. Поэтому сотни тысяч белорусов я считаю, что вполне достойны, чтобы участвовать в этом мощном движении белорусов за пределами Беларуси. Спасибо вам. Дякую вам, Великий. Я хочу сказать, что у нас есть гость неожиданно ворвавшийся. Это будет Виталий Вирус, он в конце скажет слово, сейчас пока еще из зала. Вопрос, наверное, будет, скорее всего, к вам, Кольга. Это вопрос не мой, это зрители тоже задали. Почему Светлана Тихановская проигнорировала опыт старой оппозиции в лице поздняка из Санникова, не обратилась первоначально к ним? Вы знаете, это очень хороший вопрос. как и в принципе я могу сказать, что я принимаю участие, конечно, не в качестве кандидата, но в качестве волонтера, активиста и так далее, и так далее в разных избирательных компаниях. И один раз в качестве, даже не один раз, но несколько раз в качестве кандидата в депутаты и один раз я выиграла. и то, что меня всегда удивляло за эти последние 23 года, когда я участвую, это то, что каждый раз каждая президентская компания, она начинается примерно одинаково. Она начинается так, что вот ощущение, что кто-то пришел с такой тряпкой и вытер память у всех участников предыдущей президентской компании, хотя чаще всего это были одни и те же люди. И они начинали, вот полностью чистывали статус, что сегодня, кстати, предлагал сделать вечерка, и при этом полностью не учитывались предыдущие ошибки, соответственно, на них все опять наступали и опять их повторяли, не учитывались какие-то успешные практики, не учитывался опыт избирания единого кандидата и так далее. Я думаю, что компания 2020 года, президентская компания 2020 года была такой успешной, потому что было очень много людей, которые как раз в каких-то моментах не определенной группы людей не принимали участие в этих президентских выборах. Но наша проблема сегодня, что те люди, которые не принимали участие в президентских выборах 2020 года и благодаря их неучастию, считаю, эта компания стала такой успешной, эти люди на сегодня все находятся в офисе Светланы Тихановской. Все как один. То есть у всех за плечами какие-то просто фантастические ошибки, проколы, и причем, что хуже всего, проколы многоразовые. То есть не было ни разу проведено никакой работы над ошибками, даже разбора ошибок и так далее. И, безусловно, в этой ситуации очень понятно, что ни Санников, ни Позняк не могли никаким образом прорваться через этих людей, хотя Санников, по-моему, не говорил, а может, говорил, я не помню, но Зенон Позняк точно говорил, что он пытался прорваться к Светлане Тихановской, когда она уже была на тот момент в Литве, и как раз эти люди не допустили этого. Поэтому скорее вопрос, почему вдруг люди, у которых такой багаж многолетних поражений, косяков, ошибок и так далее, и так далее, неожиданно после президентской кампании оказались главными, скажу такое народное слово, решалами в офисе Светланы Тихановской, почему оттуда выброшены все те люди, которые прошли вместе с ней президентскую кампанию от звонка до звонка, и почему такие опытные люди, как Андрей Санников, Зенон Позняк и, кстати, многие другие, даже партия Статкевича та же самая, они все оказались вдруг неожиданно исключены, заблокированы и так далее. И вы знаете, сегодня вот я поднимала руку довольно настойчиво и думала, устраивать скандал или нет, у меня был один вопрос и к Светлане Тихановской, и к Франу Ковичерко, вот когда говорят, не надо устраивать расколы и так далее, и так далее. Вы знаете, в январе 2021 года мы все прекрасно знаем, что Беларуси сегодня 13 детей политически заключенных. Это дети, которые сидят за участие в протестах, и самый молодой из этих детей это Никита Золотарев. Сегодня он получил ужесточение режима, и это, конечно, ужасно, потому что это означает дополнительные пытки для этого ребенка. И вот в начале 2021 года у нас была идея, мы согласовали ее с рядом международных организаций, что более 30 самых известных женщин Беларуси начнут кампанию с требованием освободить Никиту Золотарева, которая, как вы знаете, болен рядом очень серьезных заболеваний и так далее, и так далее. Я лично разговаривала со Светланой Тихановской и Марией Мороз, и Светлана Тихановская мне лично обещала, что она подпишет вот эту петицию от самых известных женщин Беларуси. Я лично писала этот текст этой петиции, чтобы эту кампанию запустить и показать, что женщины Беларуси с очень разных организаций, с очень разных, с разным, вы знаете, даже там уже не буду говорить, кто был готов подписать, но просто мне было очень приятно, что женщины были готовы переступить через все там личные обиды, амбиции и так далее, ради того, чтобы спасти ребенка, все, кроме одной женщины. Как оказалось, единственная женщина, которая в конечном итоге отказалась подписать эту петицию и заблокировала кампанию по освобождению Никиты Золотарева, это была Светлана Тихановская. И она это сделала не сама, я могу сказать, ответственная за блокировку конкретно этой кампании по освобождению самого молодого политического заключенного, это Франа Квечерко. Я хотела посмотреть ему сегодня в глаза и задать этот вопрос, как он себя чувствует сегодня, когда прошло полтора года и, к сожалению, ситуация с Никитой Золотаревым, как и многими другими детьми в белорусских тюрьмах, не стало лучше, стало хуже. Эти дети сегодня находятся под пытками и нет нигде ни в каких международных структурах ничего, никаких компаний, никакой информационной работы с требованием привлечь внимание к тому, что в Беларуси есть дети политические заключенные. Поэтому я могу таких примеров не только с Никитой Золотаревым привести много. Поэтому, когда мне говорят, что нужно забыть амбиции или там перешагнуть через себя и так далее, я так всегда грустно улыбаюсь. У меня амбиций, собственно, нет. Но у меня есть большая боль по поводу того, что так много хороших, очень важных инициатив и компаний, потому что Европа будет молчать, если будем молчать мы, оказались действительно заблокированы конкретными людьми только потому, что они в какой-то момент решили, что они будут единственным голосом на международной арене. И сегодня борьба Светланы Тихановской не за Беларусь, а за то, чтобы сохранить эту монополию. Мы не претендуем на то, чтобы возглавить офис Светланы Тихановской, никто из нас. Никто из нас не претендует сказать, что мы кандидаты в президенты 2020 года. Это невозможно и даже глупо. Но разговор идет про то, что на международной арене должно быть много согласованных белорусских голосов. И женских голосов, и голосов в защиту детей, и голосов в защиту белорусских солдат, и голосов в защиту белорусских полизаключенных и многих других. Но этих голосов нет, потому что сегодня офис Светланы Тихановской блокирует эти голоса исключительно из желания быть единственным голосом. Но она не успевает, не может, и, мало того, она не разбирается в очень многих вопросах, которые она пытается озвучивать, и это приводит к катастрофическим последствиям. Кстати, про это говорил Андрей Санников по-моему там буквально несколько месяцев назад в своей статье, что вопиющая некомпетентность, которая приводит к очень плохим последствиям, и нежелание слышать людей, которые являются экспертами по определенным проблемам, по определенным вещам, направлениям, как, например, тот же самый Андрей Санников, я хочу напомнить, что он профессиональный дипломат, и он очень многие вещи знает намного лучше, чем Светлана Тихановская, но его опыт лично никак не был использован, как опыт очень многих других до него и, наверное, после него. Дякую, Великий, Ольга. Тут идет вопрос, коли вы будете свергать Светлану Тихановскую? Вопрос не в самом деле Светлана Тихановской, вопрос в том, что мы должны построить жизнеспособные структуры, это довольно сложно сделать, когда нам приходится бороться сразу с трехглавым драконом, нам приходится бороться с КГБ и режимом Лукашенко, это одна голова, нам приходится бороться с режимом Путина и ФСБ, потому что могу сказать, что до 2020 года мы были очень маленькие для этих структур, я, например, не чувствовала на себе этих атак, но мы были просто для них были, как я понимаю, неинтересны, где-то там внизу, и кроме этого нам еще приходится бороться и преодолевать сопротивление офиса Тихановской. В этой ситуации я вообще удивляюсь, как мы что-то успеваем и делаем, и у нас получается. Мало того, люди идут единым фронтом, и все больше людей становятся плечом к плечу, для меня это большой сюрприз на самом деле, и то, что белорусские, белорусское протестное движение оказалось, ну черт возьми, таким вообще неубиваемым, это, конечно, ну просто потрясает, понимаете, что вот, ну вот сколько, глушат все, кому не лень, и ФСБ, и КГБ, и Тихановская, там кто не глушит, знаете, вот детская игрушка такая есть, видели, там когда лягушек по голове, да, по голове бьют такими, да, такими молоточками, да, там в одном месте бьют молоточком, она там в другом выскакивает, и вот мы такие, мы оказались действительно каким-то невероятно живучим народом, и невероятно упрямым, вот это очень круто, то, что мы не отступаем, и то, что люди дальше продолжают борьбу, это круто. Дякую великий, Ольга, у нас еще один гость онлайн, Виталий, включай камеру, мы тебя ждем, буквально пару минут тебе дадим, я надеюсь, что мы закончим этот стим уже скоро, потому что, ну сколько же можно уже стимить, но люди хотят, люди хотят высказаться. Виталий, включаешь камеру, ладно, пока Виталий включает камеру, наверное, уже все остальные отключают. Сейчас попробую еще его, вируса трудно пригласить, но потом труднее еще подключить. Хорошо, но пока вирус подключается, если есть еще последние, у кого-то кто-то что-то хочет сказать, может быть, Анжелика хочет сказать, она еще с нами, выключила камеру пока, ну, наверное, уже. Да, вот еще тянет руку, вот тут, давайте, давайте тот, кто из зала, пока подключаются наши, наши герои, давайте все-таки дадим договорить, дадим договорить, это будет обидно. Еще голос, голос из народа, опять же, обращаюсь к представителям офиса Светланы, которые сейчас внимательно слушают, пожалуйста, для ликбеза откройте, пожалуйста, положение вольной Беларуси, которое вышло в 2017 году, с участием уважаемых, уважаемых людей, нашей страны, и изучите, пожалуйста, все, что там создано, Землоном Станиславовичем и группой этих профессионалов, причем это создано в Славе, пожалуйста, прислушайтесь, изучите, и примите к сведению. Спасибо большое. Пишут, что организатор, я как раз таки хочу, чтобы он мьют был, так, ничего не понимаю, сейчас я попрошу его перезайти, вирус, вирус к нам идет, мы его ждем, я думаю, что он перезайдет, да, можно, Олег, пока вирус перезаходит, говори. Окей, я еще раз напомню о том, как все начиналось, когда были созданы союз трех сердец, и когда, вместо того, чтобы наносить до людей полезные знания, которые помогли бы нам трансформировать диктатуру в демократию, мы занимались тем, что призывали играть по правилам диктатора, чего ни в коем случае делать не надо было, необходимо было идти на участки с заявлениями и регистрировать заявление о своем нежелании участвовать в так называемых выборах по причине недоверия действующему президенту. Этого сделано не было, и в итоге мы получили то, что легитимизировали своими руками так называемые выборы и, соответственно, их результаты. И очень важный момент, о котором ни в коем случае нельзя забывать, это наши политзаплюченные. Я в очередной раз призываю людей не бояться, не стесняться писать не просто письма политзаплюченным, а писать свои воли и изъявления с требованием освобождения политзаплюченных представителям власти. Как бы мы к ним не относились, как бы мы их не презирали, как бы мы их не уважали, это наши представители. Тем не менее, мы сделали все для того, чтобы они оставались представителями, и мы можем воздействовать на них только таким путем, когда мы оставляем бумажные доказательства того, что мы не желаем видеть политзаплюченных в тюрьмах. Как только белорусы смогут пересилить себя, вот эту вынужденную беспомощность, и начнут обращаться письменно с требованием освобождением политзаплюченных дело сдвинется с мертвой точки. В противном случае политзаплюченные будут сидеть до окончания своих сроков, а может быть даже и больше. Есть 410-я статья для тех, кто на зоне, и есть 411-я для тех, кто на химии. Поэтому надо писать, писать и писать. Это наши доказательства, и это наша мера воздействия и способ воздействия на представителей власти. Спасибо большое. Ну что, господа, я думаю, что мы все-таки прощаемся. К сожалению, не может подключиться Виталий. Он вроде бы камеру включает, но вроде как может. Но я сейчас пытаюсь как-то сделать, чтобы он... Нет, ну уже почему-то нет, почему-то не получается, не получается вируса подключить, но я вам хочу сказать, что я очень хочу сказать большое спасибо Виталию, который два года уже нам все это говорит, говорит, и то, что мы сейчас начали говорить про практически то же самое, что и он. Я понимаю, насколько ему обидно, потому что он думает, ну что же вы меня-то не слушали. Так что хочу сказать большое спасибо Вирусу, что он говорил все это, и это очень здорово. Да, и мы тебе похлопаем, Вирус, спасибо тебе большое. Мы тебя знаем, и мы тебя любим, и мы рады, что ты с нами, но, к сожалению, не удается подключиться, видимо, потому что идет трансляция. Господа, мы с вами прощаемся. Всем большое спасибо, и всем до свидания, и живи Беларусь, слава Украине, и будем взмогаться. Всего доброго, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok,